Добро пожаловать на подкаст лаборатории Губермана, где мы обсуждаем науку и научно обоснованные инструменты для повседневной жизни. Я Эндрю Губерман, и я профессор нейробиологии и офтальмологии в медицинской школе Стэнфорда. Сегодня мы собираемся обсудить использование преднамеренного воздействия холода для здоровья и работоспособности. Температура является мощным стимулом для нашей нервной системы и действительно для каждого органа и системы нашего тела. И холод, в частности, может быть использован для улучшения психического здоровья, физического здоровья и производительности. Это означает упражнения на выносливость, для восстановления после различных форм физических упражнений, для фактического улучшения силы и мощи, а также для повышения умственных способностей. Чтобы правильно использовать преднамеренное воздействие холода ради психического здоровья, физического здоровья и работоспособности, ты должен понимать, как холод влияет на мозг и тело. Поэтому сегодня мы собираемся обсудить это. Мы собираемся поговорить о некоторых нейронных цепях и путях, о некоторых гормонах, участвующих в этом. Я обещаю сделать все это понятным и доступным, независимо от того, есть у тебя научное образование или нет. Мы также собираемся обсудить очень конкретные протоколы, которые вы можете применять, которые используют такие переменные, как температура, насколько холодно, как подавать холод. Например, используете ли вы холодный душ, холодное погружение, ванну со льдом, циркулирующую воду или негазированную воду. Независимо от того, выходишь ли ты на улицу в футболке, когда холодно, или целенаправленно используешь такие вещи, как криотерапия, есть ли у тебя к этому доступ или нет. Одно я могу тебе обещать, это то, что к концу сегодняшнего эпизода ты будешь много знать о биологии терморегуляции, то есть о том, как твой мозг и тело регулируют свою температуру. У тебя также будет много инструментов в твоем арсенале, которые ты сможешь использовать и использовать для улучшения психического здоровья, физического здоровья, уменьшения воспаления в организме, улучшения спортивных результатов, улучшения умственной работоспособности. Я обещаю подробно изложить все эти протоколы по ходу дела и еще раз обобщить их в конце. Я хотел бы подчеркнуть сейчас, что я собираюсь сделать еще несколько раз в течение сегодняшнего эпизода, и это то, что температура является очень мощным стимулом для мозга и тела. Это также означает, что это сопряжено с определенными опасностями, если сделано неправильно. Сейчас все подходят к столу, то есть к протоколам, с разным состоянием здоровья, и я просто никак не могу узнать, каково ваше состояние здоровья. Поэтому в любое время, когда вы собираетесь перейти на новый протокол, это означает поведенческий протокол, протокол питания или протокол приема добавок, вы должны обязательно проконсультироваться с сертифицированным врачом, прежде чем начинать этот протокол. Я говорю это не только для того, чтобы защитить нас, я также говорю это, чтобы защитить тебя. Если ты хочешь ознакомиться с нашим медицинским заявлением об отказе от ответственности, ты можешь перейти к нашим заметкам о шоу, там это описано. На самом деле я призываю тебя, пожалуйста, сделать это. И в целом, когда вы приступаете к новым протоколам, в частности, если они связаны с сильными стимулами, такими как изменение температуры или помещение себя в необычные температуры, я бы посоветовал вам постепенно прогрессировать. Я бы также посоветовал тебе не рассматривать постепенное прогрессирование, как своего рода слабую версию протокола. На самом деле сегодня я собираюсь обсудить действительно прекрасное рецензируемое исследование, в котором люди намеренно подвергались воздействию холода, погружаясь в воду по шею. И вода на самом деле была не такой уж холодной. Было всего около 60 градусов по Фаренгейту, что для большинства людей вполне тепимо. Так что и близко не подходило к тем экстремальным температурам, которые можно было бы использовать в других протоколах. И что интересно, несмотря на эту довольно скромную холодную температуру, просто увеличив продолжительность пребывания людей в этой воде, они испытали огромное увеличение количества нейрохимических веществ, что должно привести к улучшению концентрации внимания и настроения. И действительно, это то, что было замечено в последующих исследованиях. Еще раз, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим медицинским заявлением о подказе от ответственности в наших заметках к шоу, пожалуйста, всегда действуйте с осторожностью. Пожалуйста, также поймите, что самый мощный стимул не всегда тот, который вы испытываете как наиболее интенсивный в данный момент. На самом деле я бы посоветовал тебе найти минимальный порог стимулов, который позволит тебе извлечь максимальную пользу из каждого протокола. И действительно, я укажу, какими эти пороги должны быть сегодня. Я дам тебе несколько простых форм, датчиков или руководств, которые ты можешь использовать для того, чтобы ориентироваться в этом чрезвычайно интересном и мощном инструменте, который мы называем преднамеренным воздействием холода. Прежде чем мы поговорим о преднамеренном воздействии холода и его многочисленных мощных приложениях, я хотел бы выделить исследование, которое я нахожу особенно интересным, которое, я думаю, вы найдете особенно интересным и полезным. Название этого исследования – краткие аэробные упражнения, которые немедленно усиливают визуальный контроль внимания и скорость восприятия, проверяя опосредованную роль ощущения энергии. Причина, по которой мне нравится это исследование, прежде всего в том, что это довольно большая выборка. Они обследовали 101 студента. Это были студенты колледжа, и у них было две группы. Одна группа занималась 15-минутной пробежкой трусцой с умеренной интенсивностью, так что они измеряли процентную частоту сердечных сокращений и так далее. Но это было бы аналогично кардиотренировке второй зоны, которую я уже обсуждал в этом подкасте ранее. Кардиотренировка второй зоны – это сердечно-сосудистое упражнение, которое выводит вас на уровень, на котором вы можете поддерживать разговор с небольшим напряжением. Что означает, что вы можете произносить слова, но время от времени вам нужно отдышаться. Тогда как если бы ты толкнул еще сильнее какой-нибудь механизм, движущийся быстрее или по более крутому склону, и так далее, тебе было бы трудно вести разговор. Итак, кардиотренировка второй зоны – это распространенная форма описания того уровня интенсивности, который они называют умеренной интенсивностью. Итак, одна группа совершила 15-минутную пробежку трусцой с умеренной интенсивностью, что я перевожу примерно как кардиотренировка второй зоны. Другая группа выполнила 15-минутную релаксационную концентрацию, что в чем-то сродни медитации осознанности. А затем они были проанализированы на скорость восприятия, визуальный контроль внимания, то, что называется рабочей памятью. То есть вашей способностью сохранять определенные объемы информации в интернете. Просто представь, что кто-то говорит тебе свой номер телефона, и ты должен запомнить эту последовательность цифр в своей голове в течение некоторого периода времени – это рабочая память. И это очень сильно зависит от так называемых префронтальных картикальных сетей, которые участвуют в планировании действий. И они также смотрели на ощущения энергии людьми и измеряли это субъективно, насколько энергичными чувствовали себя люди. Теперь основные выводы из этого исследования, которые я хотел бы подчеркнуть, заключаются в том, что группа, занимавшаяся 15-минутным бегом трусов, испытывала повышенный уровень энергии в течение некоторого периода времени после прекращения упражнений. В то время как группа, которая занималась медитацией осознанности, на самом деле сообщила, что чувствовала себя более спокойной и имела меньше общей энергии. Теперь это очень субъективно, и действительно они использовали субъективные показатели для анализа энергии. Но что становится интересным, так это когда они смотрели на выполнение этих различных когнитивных задач и двух задач. То, что они используют, называлось тестами создания следов, у них есть разные версии этого, версия А, версия В, я не хочу вдаваться в подростки, но версия А по сути предполагает наличие страницы чисел, которые распределены несколько случайным образом. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее, но они распределены случайным образом по странице, и людям приходится использовать визуальный поиск, чтобы обвести эти цифры кружком в последовательности. Так что это включает в себя визуальное внимание, это включает в себя некоторые двигательные навыки. Включает в себя ряд вещей, которые безусловно требуют энергии и сосредоточенности. Вторым тестом был тест на прокладку тропы, часть В, как я упоминал ранее, и он также включал в себя последовательное обведение чисел кружком, но между этими цифрами были буквы. Так что вместо того, чтобы просто обводить цифры последовательно, им на самом деле нужно было соединить один, затем букву А, затем два, затем букву В и так далее. И помните, что они случайным образом распределены по странице. Главный вывод из исследования заключается в том, что группа, которая выполняла 15-минутные умеренные физические упражнения перед этими двумя тестами, показала значительное сокращение времени, необходимого для точного выполнения этих тестов. Это интересно и действительно удивительно, по крайней мере для меня, потому что было проведено много исследований, посвященных влиянию медитации, осознанности на способность сосредоточиться. Ключевой переменной в исследовании оказалась энергия. Это субъективно измеренное ощущение. Я должен сказать, что у меня больше энергии и, следовательно, способности сосредотачиваться, особенно в этих задачах с высокой когнитивной нагрузкой. Теперь вывод из этого исследования для всех нас, я думаю, довольно прост. Если ты собираешься сесть за какую-то работу, требующую сосредоточенности, рабочей памяти и когнитивного внимания, особенно если это визуальный пространственный контроль, то это означает, что тебе нужно искать что-то на странице. Ты должен упорядочить все на странице, так что немного письма, арифметики, в основном когнитивные работы любого рода. 15 минут умеренных физических упражнений, выполняемых перед этой работой, могли бы быть очень полезны для тебя. Это не значит, что медитация осознанности не принесет тебе пользу. Я бы не хотел, чтобы ты делал такой вывод, но если бы тебе пришлось выбирать между 15-минутной медитацией на осознанность и 15-минутными умеренными физическими упражнениями перед когнитивной работой примерно так, я бы сказал, что 15 минут умеренных физических упражнений были бы более ценными, по крайней мере основываясь на данных, приведенных в этой статье. Во многих предыдущих подкастах я говорил о мощном эффекте таких вещей, как медитация от осознанности и другие формы НСДР, глубокого отдыха без сна. Так что это может быть 20-минутный сон или просто тихое лежание с закрытыми глазами, или сценарий йога Нидра и НСДР доступны на YouTube и в других местах бесплатно любого рода. Ты просто зайди на YouTube, включи НСДР, глубокий отдых без сна. Эти протоколы, как было показано, очень полезны для повышения нейропластичности, изменений в мозге и теле, которые кодируют или сдвигают нейроны от цепи, которые позволяют изменять память, которые позволяют обучению происходить после изучения. То, что я имею в виду сегодня в этом конкретном исследовании, это использование умеренных физических упражнений для того, чтобы повысить свою концентрацию и внимание, чтобы вызвать эту нейропластичность. Итак, простая последовательность здесь такова, стань энергичным и бдительным, сделай это до начала изучения, займись познавательной работой или изучением, а затем должна последовать медитация осознанности, НСДР и так далее. И если ты захочешь получить доступ к этой статье и хочешь подробнее ознакомиться с деталями в статье, мы обязательно поместим ссылку в заметки к шоу. Первый автор Легран, и опять же название этой статьи, краткое аэробное упражнение, которое немедленно усиливает контроль зрительного потенциала и скорость восприятия, проверяя посредническую роль ощущения энергии. И я также просто хочу сразу подчеркнуть. Я думаю, что большинство людей заинтересованы в инструментах и протоколах, которые работают с первого раза и которые работают каждый раз. И действительно, я думаю, что этот протокол соответствует этим требованиям. Я рад сообщить, что в мае этого года я провожу два живых мероприятия. Первое живое мероприятие состоится в Сиэтле, штат Вашингтон, 17 мая. Второе живое мероприятие состоится в Портленде, штат Орегон, 18 мая. Оба они являются частью цикла лекций под названием «Контракт мозга и тела», в ходе которого я буду обсуждать науку и научно обоснованные инструменты для психического здоровья, физического здоровья и производительности. И я должен отметить, что хотя некоторые материалы, которые я буду освещать, будут пересекаться с информацией, изложенной здесь, в подкасте лаборатории Губермана и в различных сообщениях в социальных сетях, большая часть информации, которую я буду освещать, будет отличаться от информации, изложенной в подкасте или где-либо еще. Итак, еще раз. 17 мая в Сиэтле, 18 мая в Портленде. Ты можешь получить доступ к билетам, перейдя по хабарманлаб.ком.тур, и я надеюсь увидеть вас там. Прежде чем мы начнем, я хотел бы подчеркнуть, что этот подкаст отделен от моих преподавательских и исследовательских обязанностей в Стэнфорд. Однако это часть моего желания и усилий донести до широкой общественности информацию о науке и связанных с наукой инструментах с нулевыми затратами. В соответствии с этой темой, я хотел бы поблагодарить спонсоров сегодняшнего подкаста. Наш первый спонсор, Атлетик Гринс, также называемая Эй Ги Ван. Я начал принимать Эй Ги Ван Вэй еще в 2012 году, так что я рад, что они спонсируют подкаст. Причина, по которой я начал принимать Эй Ги Ван, и по которой я до сих пор принимаю Эй Ги Ван один или два раза в день, заключается в том, что он покрывает мои основные потребности в витаминах, минералах и пробиотиках. В нем также есть адаптогены и такие вещества, как цинк, необходимые для функционирования иммунной системы, но пробиотики одна из ключевых его особенностей. Я сделал несколько подкастов о микробиоме кишечника, который представляет собой триллионы микробиотов, обитающие в нашем пищеварительном тракте, и которые имеют решающее значение для нашей иммунной системы, работы мозга и так далее. Один из способов улучшить наш кишечный микробиум, чтобы он был здоровым, это убедиться, что мы получаем правильные пробиотики. А в Атлетик Гринс есть правильные пробиотики и пробиотики, которые обеспечивают здоровый кишечный микробиум. Если ты хочешь попробовать спортивную зелень, ты можешь пойти в atlaticgreens.com.huboman, чтобы претендовать на специальное предложение. Они дадут тебе пять бесплатных дорожных пакетов, которые позволят очень легко смешивать спортивную зелень, пока ты в дороге. Так что в машине и самолете. Я должен отметить, что спортивная зелень очень вкусная. Мне нравится, какая она на вкус. Я смешиваю свой с небольшим количеством воды и небольшим количеством соколимона или лайма. Специальное предложение пять бесплатных дорожных упаковок плюс годовой запас витамина D3K2. Витамин D3, как было доказано, важен для огромного числа биологических функций. Многие из нас, кто получает солнечный свет, получают достаточное количество витамина D3, многие из нас, даже если мы получаем солнечный свет, не получают достаточного количества витамина D3. Таким образом, годовой запас витамина D3 также содержит витамин К2, который важен для сердечно-сосудистой функции, для регуляции кальция. Опять же, переходи к athleticgreens.com slash huboman, чтобы получить пять бесплатных дорожных пакетов и годовой запас витамина D3-2. Сегодняшний эпизод тоже принес нам Рока. Рока производит очки и солнцезащитные очки абсолютного высочайшего качества. Компания была основана двумя всеамериканскими пловцами из Стэнфорда, и все, что касается их очков и солнцезащитных очков, было разработано с учетом производительности. Теперь очки изначально предназначались для спортивных результатов, то есть их можно было носить во время езды на велосипеде или бега. И действительно, ты можешь носить их во время езды на велосипеде или бега. Если ты спотеешь, они не соскользнут с твоего лица. Они очень легкие. На самом деле, ты вряд ли когда-нибудь вспомнишь, что они у тебя на лице, по крайней мере, я не могу вспомнить, что они у меня на лице. Я ношу солнцезащитные очки, когда веду машину, я надеваю их ночью, но они не только для спортивных результатов. У них потрясающая эстетика, так что ты можешь носить их в офис на работу или в школу, они отлично смотрятся. В отличие от множества высокоэффективных солнцезащитных очков, которые делают людей похожими на киборг, эти ты с удовольствием носил бы где угодно. Если ты хочешь попробовать очки Роука, ты можешь пойти в roka.com, это roka.com, и введите код Хуббом, чтобы сэкономить 20% от вашего первого заказа. Опять же, это roka.com, введи код Губермана при оформлении заказа. Сегодняшний эпизод также принес нам Helix Sleep. Helix Sleep производит матрасы и подушки, которые уникально разработаны в соответствии с вашими потребностями во сне. Все знают о важности сна для психического здоровья, физического здоровья и работоспособности, но, вероятно, чего все не понимают. Так это того, что у вас есть уникальные потребности во сне, у вашего тела и у того, как вы спите. Нужно подобрать правильный матрас, чтобы выспаться как можно лучше. Helix понимает это, и если вы зайдете на их веб-сайт, у них есть краткий двухминутный тест, который может пройти любой желающий, который будет соответствовать вашему типу телосложения и предпочтениям сна, чтобы выбрать идеальный матрас для вас. Поэтому они задают такие вопросы, как ты спишь на боку на животе, или может быть ты не знаешь, тебе, как правило, жарко или холодно ночью, или может быть ты не знаешь? Я выбрал матрас Dusk D.O.S.K., потому что я хотел матрас, который не был бы не слишком твердым, не слишком мягким, и я сплю на этом матрасе уже больше года. Это лучший сон, который у меня когда-либо был. Так что если ты заинтересован в обновлении своего матраса, зайди в helixlep.com.hubman, пройдите их двухминутный тест на сон, и они подберут вам индивидуальный матрас. И вы получите скидку до 200 долларов на любой заказ матраса и две бесплатные подушки. У них есть 10-летняя гарантия, и ты можешь опробовать матрас в течение станочей без риска. Они даже заберут его для тебя, если он тебе не понравится, хотя я думаю, что он тебе понравится. Я, конечно, люблю свой. Опять же, если тебе интересно, зайди на helixlep.com.hubman, чтобы получить до 200 долларов с вашего заказа матраса и две бесплатные подушки. Давай поговорим о пользе холода для здоровья и работоспособности. Признаюсь, я люблю эту тему, потому что она возвращает меня к моим студенческим годам, когда я работал в лаборатории, изучая физиологию холла. Его воздействие на мозг и на организм. На протяжении многих лет я всегда следил за литературой в этой области, и действительно было сделано несколько потрясающих открытий. Как на животных моделях, так и на грызунах, таких как мыши и крысы, но также и на людях. И сегодня мы поговорим об обеих категориях исследований, и я буду осторожен, чтобы указать, когда открытия были сделаны на животных моделях, и когда они были сделаны на людях. Ключевой момент, когда думаешь об использовании холода в качестве инструмента. И ключевой момент заключается в том, что у тебя есть базовый уровень температуры, который меняется в течение 24-часового цикла. Таким образом, любое использование преднамеренного воздействия холодом будет накладываться на этот ритм, на этот циркадный ритм, то есть на этот 24-часовой ритм. Основной контур твоего циркадного ритма температуры заключается в том, что примерно за 2 часа до того, как ты проснешься, у тебя так называемый температурный минимум. Таким образом, твой температурный минимум, это время в пределах 24-часового цикла, когда температура твоего тела находится на самом низком уровне. Так что если ты обычно просыпаешься около 6 часов ровно утра, то твой температурный минимум, вероятно, около 4 часов ровно утра. Если ты обычно просыпаешься около 7 часов ровно утра, то твой температурный минимум, вероятно, около 5 часов ровно утра. Это не ровно за 2 часа до твоего пробуждения, это примерно за 2 часа до твоего пробуждения. Сейчас, когда ты переходишь от минимума температуры к тому времени, когда ты собираешься проснуться, твоя температура немного повышается. А затем в тот момент, когда ты просыпаешься, твоя температура начинает повышаться более резко и будет продолжать повышаться до раннего утра, а иногда даже до позднего вечера. А потом где-то ближе к вечеру и вечеру твоя температура начнет снижаться. И действительно, по мере того, как ты приближаешься ко сну, температура твоего тела снизится где-то от 1 до 3 градусов. И в самом деле это снижение основной температуры тела важно, если не существенно, для того, чтобы погрузиться в глубокий сон и оставаться в ней. Так что температура повышается с пробуждением, это легко запомнить. Она имеет тенденцию продолжать повышаться в течение дня, а ближе к вечеру и вечером ваша температура начнет снижаться, и падение температуры на самом деле помогает вам заснуть. Этот фон или то, что мы называем базовым циркадным ритмом основной температуры тела, важно помнить, потому что он помогает нам сформулировать как последствия преднамеренного воздействия холода, так и помогает нам сформулировать. Когда ты, возможно, захочешь использовать преднамеренное воздействие холодом, чтобы получить доступ к определенным состояниям. Это также указывает на моменты в течение 24-х часового цикла, когда ты, возможно, захочешь избежать преднамеренного воздействия холодом, если твоя главная цель заснуть. Так вот в чем заключается циркадный ритм температуры. Теперь я просто вкратце хочу коснуться терморегуляции на уровне тела и мозга. И это будет очень удивительно для многих из вас. Давай проведем так называемый эксперимент Гёденкина, то есть мысленный эксперимент. Предположим, я отправляю тебя в жару в пустыне на пробежку или пробежку, а на улице очень жарко, 102 или 103 градуса, и ты начинаешь двигаться. Ты начинаешь потеть. И, конечно же, температура твоего тела повышается. А теперь я предлагаю тебе холодное полотенце, может быть очень-очень холодное полотенце, и это полотенце пропитано водой. Так что ты действительно можешь выжать из него воду и охладить свое тело. А наш эксперимент с Гёденкином состоит в том, чтобы я сказал, хорошо, куда ты собираешься положить полотенце, как ты собираешься охладиться. И я предполагаю, что большинство из вас подумали бы, что лучший способ охладиться, это накинуть это полотенце на голову, может быть на шею, на туловище, что это будет очень-очень приятно, и это охладит вас. Ну, это совершенно неправильный подход, если ты хочешь остыть. И на самом деле, если бы ты использовал этот подход, температура твоего тела продолжала бы повышаться еще больше. Да, даже больше, чем если бы ты не положил это холодное полотенце на голову или туловище. И вот почему. Терморегуляция, означающая способность твоего мозга и тела регулировать внутреннюю температуру ядра, чем-то похоже на термостат, и этот термостат находится в твоем мозгу. Итак, если ты подумаешь о термостате в своем доме или квартире, если в твоем доме или квартире слишком тепло, и ты возьмешь пакет со льдом и положишь его на этот термостат, что будет делать термостат? Это зарегистрировало бы окружающую среду как искусственно прохладную. Это означало бы, что на самом деле окружающая среда намного холоднее, чем она есть на самом деле. И как следствие, это привело бы в действие механизм дальнейшего повышения температуры в помещении. А у тебя тоже есть такой термостат. Это называется медиальная приоптическая область гипоталамуса. Гипоталамус – это небольшая область мозговой ткани примерно над небом и немного перед ним. Так что, по сути, он находится прямо за вашим носом и над небом, и это совокупность нейронов. Эти нейроны выполняют множество различных функций, которые включают в себя такие вещи, как контроль агрессии, контроль сексуального поведения, контроль регулирования температуры и так далее. Медиальная приоптическая область имеет связи с остальной частью мозга или областями внутри мозга, я бы сказал, и со многими областями тела. Она получает информацию от рецепторов в нашей коже и внутри нашего тела, которые регистрируют температуру, и она действует как термостат. Значит, если поверхность твоего тела сделать прохладной, твоя медиальная приоптическая область будет посылать сигналы с помощью гормонов и химических веществ, которые будут служить для нагрева твоего тела. Так что это означает, что если ты хочешь остыть, последнее, что ты хочешь сделать, это поднести любую холодную поверхность, полотенца или брызги воды, к большей части поверхности своего тела. Это может быть очень, очень удивительно для тебя. И ты можешь сказать, подожди, если я хочу остыть, мне следует прыгнуть в холодное озеро или что-то в этом роде. Это совсем другое дело. Что я тебе скажу, и позже мы рассмотрим это более подробно, так это то, что если ты действительно хочешь быстро и эффективно остыть, тебе следует использовать определенные порталы, то есть определенные участки на твоем теле, там, где тепло может легче покидать твое тело, и где охлаждение может оказать резкое и быстрое влияние на основную температуру твоего тела, может даже спасти тебе жизнь, если у тебя гипертермия. Мы собираемся подробнее поговорить о конкретных протоколах снижения основной температуры тела ради повышения производительности и предотвращения гипертермии позже в этом эпизоде. Гипертермия, конечно, очень опасная ситуация, потому что, хотя ваше тело может несколько понизить температуру ядра и при этом оставаться в безопасности, на самом деле вы не можете так сильно повысить температуру своего тела до того, как ваш мозг начнет вариться. И другие органы начинают вариться, и под варкой я подразумеваю, что клетки действительно начинают умирать. Так что ты должен быть очень, очень осторожен с использованием тепла. Тепловой удар, это не шутка. Люди постоянно умирают от теплового удара. Ты действительно хочешь избежать этого. Один из способов избежать этого, охладить соответствующие поверхности своего тела. И в данном случае подходящими поверхностями являются верхние щеки, или я бы сказал верхняя половина лица, ладони рук и подошвы ног. Я уже говорил об этом в подкасте и в гостевом эпизоде с доктором Крейгом Хюлером, моим коллегой по кафедре биологии в Стэнфорде, но только очень кратко, эти поверхности. Верхняя половина лица, ладони рук и подошвы стоп, это то, что мы называем голыми поверхностями кожи, ГЛАБРОС, голые. И эти поверхности уникальны тем, что прямо под ними сосудистая сеть отличается от других частей тела. Обычно кровь идет от артерий капиллярам и венам, но прямо под голой кожей на подошвах ног, в кистях рук и верхней половине лица, у вас есть так называемая артерия венозная анастомоза. Это порталы крови, которые идут прямо из артерий в вены и при этом позволяют организму легче и быстрее отдавать тепло. Так как оказывается, что если вы хотите охладить ладони рук, подошвы ног и верхнюю половину лица, вы можете более эффективно снизить основную температуру тела ради компенсации гипертермии, а также для улучшения спортивных результатов и, возможно, даже когнитивных способностей. Поэтому мы вернемся к конкретным протоколам для этого позже в эпизоде, я расскажу вам много подробностей о том, как это сделать. Как это сделать без использования каких-либо причудливых или дорогих технологий. Есть некоторые технологии, которые сейчас доступны в продаже, например, так называемый КУМЭТ, который позволит вам делать это с максимальной эффективностью. Но я также дам вам несколько домашних методов, чтобы сделать это либо в тренажерном зале, либо на пробежках, либо ради познавательной работы. Итак, две ключевые темы снова заключаются в том, чтобы понять этот базовый циркадный ритм температуры и понять, что лучший способ охладить тело. Это убедиться, что что-то холодное соприкасается с подошвами ваших ног, ладонями рук и верхней половиной лица. В идеале все три, если ваша цель быстро снизить основную температуру тела. И опять же, простое охлаждение задней части шеи, верхней части головы или туловища полотенцем будет наименее эффективным способом, чтобы снизить основную температуру тела и даже повысить ее при определенных условиях. Имея в виду эти два момента, мы можем начать думать о протоколах направленного преднамеренного воздействия холодом. И есть целый ряд различных причин использовать преднамеренное воздействие холодом. И я хочу выделить их для тебя. Существуют холодные протоколы, которые были протестированы в рецензируемых исследованиях и предназначены для улучшения умственной работоспособности. Они предназначены для улучшения таких вещей, как устойчивость или ваша твердость, или ваша способность преодолевать трудности, или регулировать свой разум и свое внутреннее состояние в условиях стресса. И мы можем определить стресс очень конкретно как моменты, когда в вашем организме повышается уровень адреналина, также называемого адреналином, или нарадреналина, также называемого нарадреналином. Прости меня за терминологию нарадреналин, нарадреналин, адреналин, адреналин, это не я придумал. Оказывается, время от времени ученые расходятся во мнениях, представь себе это, и ты получишь несколько ученых, называющих одну и ту же молекулу по-разному. Так что адреналин и адреналин, это одно и то же. Я буду использовать их как взаимозаменяемые. Нарадреналин и нарадреналин, это одно и то же. Я буду использовать эти термины как взаимозаменяемые. Нарадреналин и адреналин часто совместно высвобождаются в мозге и теле. Так что они работают как своего рода пара, повышая наш уровень возбуждения, наш уровень сосредоточенности, наши желания и нашу способность. Они часто высвобождаются из разных участков мозга и тела, совместно с дофамином, молекулой которую обычно неправильно понимают как молекулу удовольствия. Но на самом деле это молекула мотивации, вознаграждения и стремления. Итак, дофамин, нарадреналин и нарадреналин, как правило, высвобождаются вместе при определенных условиях, и сегодня ты узнаешь, как преднамеренное воздействие холода. Может быть использована для увеличения высвобождения нескольких, если не всех из них, способов, которые могут улучшить твой уровень внимания и твое настроение. Он, но ключевой момент заключается в том, что ваше психическое состояние меняется, когда вы подвергаетесь определенным формам холода. И многие люди используют преднамеренное воздействие холода специально для того, чтобы таким образом изменить состояние своего тела. Тренировать их психическое состояние так, чтобы они могли лучше справляться со стрессом в реальной жизни и по реальной жизни. Я имею в виду, когда жизнь преподносит стрессовые события, и я дам тебе конкретные рекомендации относительно того, как ты можешь это сделать. Другими словами, как ты можешь стать более устойчивым с помощью преднамеренного воздействия холода. Теперь из-за того, как преднамеренное воздействие холода может увеличить эту категорию химических веществ, называемых катехоламинами, которые включают дофамин, нарадреналин и адреналин, его также можно использовать для повышения настроения в течение длительных периодов времени. И я собираюсь обсудить конкретный протокол, который, как было показано, увеличивает содержание этих химических веществ где-то от 2,5 на 250% до целых 500%, в пять раз по сравнению с исходным уровнем. Теперь ты, возможно, задаешься вопросом, хорошо ли повышать уровень таких химических веществ, как нарадреналин и дофамин, до такой степени, полезно ли это для нас или нет, могут ли они причинить нам вред или нет. Но оказывается, что эти повышения уровня нарадреналина и дофамина длятся очень долго, так что люди сообщают о значительном улучшении настроения и значительном повышении уровня когнитивного внимания и энергии. Судя по тому, что я читаю в литературе, это кажется здоровым повышением наших базовых уровней этих химических веществ таким образом, что это действительно может нас поддержать. Так что я дам вам протокол для этого. Таковы некоторые психические эффекты преднамеренного воздействия холода, но преднамеренное воздействие холода также изучалось на животных моделях и у людей, в контексте увеличения метаболизма даже при преобразовании определенных жировых клеток. То, что мы называем белыми жировыми клетками, то есть теми, где накапливается энергия, это те, о которых мы обычно думаем как разновидности жирного жира, к бежевому или коричневому жиру, который является термогенным жиром, что означает, что он может повышать основную температуру тела, и служит своего рода печью, с помощью которой мы увеличиваем наш основной метаболизм. Таким образом, очень широким мозгом я могу сказать, что белый жир, это как правило тот вид жира, которого люди хотят меньше, а бежевый жир и коричневый жир, это как правило тот вид жира, который если вы собираетесь иметь жировые клетки, а вам безусловно нужны жировые клетки, которых вы хотите больше. Они термогенные, они помогают тебе оставаться стройным. Они фактически служат резервуаром для разогрева твоего тела, если ты когда-нибудь столкнешься с проблемой холода. Поэтому мы поговорим о том, как использовать холод и для обмена веществ. И конечно же люди используют преднамеренное воздействие холода, чтобы уменьшить воспаление после тренировки, чтобы уменьшить воспаление в целом. И люди также используют холод для повышения производительности в контексте силовых тренировок, в контексте тренировок на выносливость, и мы также поговорим об этих данных. Но я хотел бы начать с умственной работоспособности, и я хотел бы подробно рассказать о том, что происходит, когда мы намеренно подвергаем себя воздействию холода. Очень важно подчеркнуть слово намеренно. Если я не скажу иначе, то на протяжении всего этого эпизода, если я говорю воздействие холода, я имею в виду преднамеренное воздействие холода. И причина, по которой я указываю на это, заключается в том, что, как говорит мой коллега Дэвид Шпигель и кафедра психиатрии в Стэнфорде, речь идет не только о состоянии, в котором мы находимся, речь идет о состоянии, в котором мы находимся, и о том, находимся ли мы или нет. Мы имели какое-то отношение к тому, чтобы привести себя в такое состояние, и независимо от того, сделали ли мы это намеренно или нет. И что он на самом деле имеет в виду под этим утверждением, так это то, что существуют важные последствия того, что мы называем мышлением. Мышление было темой, обсуждавшейся в гостевом эпизоде с Али Крамбом несколько недель назад. Если ты еще не видел этот эпизод, я очень рекомендую его посмотреть. И наука о моем мышлении говорит нам, что если мы делаем что-то сознательное и верим, что это пойдет нам на пользу, это на самом деле может привести к другому набору физиологических эффектов, чем если бы что-то происходило с нами против нашей воли или без нашего контроля. Это отличается от эффекта плацебо. Эффект плацебо отличается от эффекта мышления. Если ты хочешь узнать больше об этом различии, пожалуйста, посмотри эпизод с Али Крамбом. Но опять же, когда я говорю о воздействии холода в этом эпизоде, я говорю о преднамеренном воздействии холода, что означает, что вы намеренно помещаете себя в холодную среду, чтобы извлечь определенный набор преимуществ. Когда мы говорим о преднамеренном воздействии холода, почти всегда это означает, что мы испытываем дискомфорт. И один из самых распространенных вопросов, которые я получаю при обсуждении использования холода для улучшения умственной или физической работоспособности, обмена веществ и так далее, насколько холодно должно быть, насколько холодной должна быть вода, насколько холодной должна быть окружающая среда. И я просто скажу тебе сейчас, и я буду повторять это снова и снова на протяжении всего эпизода, потому что это будет оставаться правдой на протяжении всего эпизода и еще долго после его окончания, насколько холодно зависит от твоей терпимости к холоду. твой основной метаболизм и ряд других особенностей, о которых я просто не мог знать или к которым у меня не было доступа, поэтому я бы хотел, чтобы ты воспользовался этим эмпирическим правилом, если ты намеренно подвергаешься воздействию холода, окружающая среда, в которую ты себя помещаешь, должна привести твой разум в состояние вау. Я бы действительно хотел выбраться из этой среды, но я могу оставаться в безопасности. Это может показаться немного произвольным, но давай предположим, что ты должен был принять теплый душ, и это было бы очень-очень приятно, и ты должен был начать убавлять температуру и увеличивать холод, был бы какой-то порог, за которым тебе было бы некомфортно. И если бы ты продолжал делать немного холоднее, тебе бы действительно захотелось выйти из душа. Но ты уверен, что мог бы остаться в нем, не рискуя своим здоровьем, не рискуя сердечным приступом. Это совсем не то же самое, что прыгать в очень-очень холодное озеро, или я видел эти изображения людей, которые прорезают дыры в замерзших озерах и попадают в эту холодную воду. Если ты обучен этому, у тебя есть подходящие условия и так далее, это можно сделать достаточно безопасно. Но это, конечно, не то, с чего я бы начал. И для многих людей это было бы слишком холодно. И действительно, у некоторых людей может наступить холодный шок, и они могут умереть в результате очень быстрого попадания в эту чрезвычайно холодную воду. Это не для того, чтобы отпугнуть тебя от преднамеренного воздействия холода. Я просто хочу сказать, что нет простого предписания о том, как сделать окружающую среду холодной, чтобы извлечь максимальную пользу для умственной или физической работоспособности. Итак, простое эмпирическое правило будет заключаться в том, чтобы поместить себя в среду, в которой неприятно холодно, но в которой вы можете оставаться в безопасности. И тебе придется немного поэкспериментировать, и это число, означающее температуру, будет меняться из-за дня. Оно будет меняться в течение 24-х часового цикла из-за того эндогенного, то есть внутреннего ритма, изменения температуры, о котором я говорил ранее. Низкое в начале дня повышается днем, падает ночью. Ты действительно можешь провести этот эксперимент, если хочешь. Попробуй встать под холодный душ в 11 часов вечера, если хочешь, или попробуй сделать это в середине дня. Это совсем другой опыт, и под совершенно другим опытом я подразумеваю, что он требует совершенно другой степени устойчивости и склонности к практике. Я подозреваю, что твоя сила воли должна быть выше в конце дня по сравнению с ранним утром, но это, конечно, будет варьироваться и у разных людей. Итак, самый распространенный вопрос, который я получаю по поводу преднамеренного воздействия холода, насколько холодной должна быть вода. И мы ответили на это неприятно холодной до такой степени, что тебе хочется выйти, но ты можешь спокойно оставаться внутри. Второй наиболее распространенный вопрос, который я получаю по поводу преднамеренного воздействия холода, заключается в том, так ли хорош холодный душ. Лучше или хуже, чем например погружение в холодную воду по шею. Я также получаю много вопросов о том, лучше ли криокамеры всех остальных и так далее, и так далее. Я собираюсь сделать все это очень простым для тебя, сказав, что погружение в холодную воду по шею с погруженными ногами и руками также будет наиболее эффективным. На втором месте был бы холодный душ. На третьем месте было бы выйти на улицу с минимальным количеством одежды, но конечно в одежде соответствующей культурным традициям и позволяющей вам испытывать холод до такой степени, что вам почти захочется дрожать или начать дрожать. Сейчас существует целый ряд различных важных ограничений, которые будут диктовать, использовать ли вам ту или иную форму воздействия холода. Например, у некоторых людей нет доступа к погружению в холодную воду. У них нет доступа к ваннам со льдом или резервуарам с холодной водой, к холодному океану или холодным озерам и так далее. В таком случае душ был бы следующим лучшим решением. Я действительно хочу подчеркнуть, что исследований холодного душа было очень мало, если таковые вообще были, и вы можете себе представить, почему это так. В лаборатории нужно контролировать как можно больше переменных, поэтому очень легко контролировать погружение людей в холодную воду или ванну со льдом по шею и настаивать на том, чтобы они держали руки и ноги под водой. Это означает, что каждый может делать по сути одно и то же, в то время как при холодном душе у людей разный размер тела. Некоторые люди собираются подставить под него голову. Некоторые люди собираются наклониться вперед. Измерить количество воздействия холодной воды на организм очень сложно, и поэтому исследований холодного душа не так много. Но, конечно, у многих людей нет доступа к погружению в холодную воду, поэтому им приходится использовать холодный душ. И если у тебя, конечно, нет доступа и к тому, и к другому, то выход на улицу в холодный день может принести пользу. Но я отмечу, что теплопередача от твоего тела к воде намного выше, в 4 раза больше, если не больше, в зависимости от температуры воды, в воде, в отличие от воздуха. Так что погружение в холодную воду будет гораздо эффективнее, чем что-либо другое, после этого холодный душ и помещение себя в холодную среду были бы третьей лучшей вещь. Я не собираюсь лезть в криокамеры, потому что они стоят довольно долго. И опять же их не так уж много исследований. Так что, если у тебя есть доступ к криокамерам, я уверен, что центр криокамер рассказал тебе обо всех этих невероятных преимуществах. И я не сомневаюсь, что некоторые из этих преимуществ действительно существуют, но у большинства людей просто нет ресурсов, или доступ к ним, так что мы оставим криокамеры за рамками сегодняшнего обсуждения. И, конечно, я понимаю, что существует четвертая категория воздействия холода. Люди носят ледяные жилеты. Хочешь верь, хочешь нет, они существуют. Ледяное и нижнее белье. Да, они существуют. Ты можешь поискать их на Amazon, если хочешь. Они кладут холодные компрессы себе под мышки, в пах или в другое место, чтобы стимулировать некоторые эффекты холода на умственную и физическую работоспособность. Я не собираюсь сегодня рассматривать их слишком подробно. Они могут быть эффективными в определенных отношениях, но как вы узнаете позже в этом эпизоде, охлаждение ладоней, верхней части лица и нижней части стоп будет гораздо более эффективным. И, к сожалению, я думаю, что большинство людей, которые используют пакеты со льдом для увеличения своего основного метаболизма, не знают о охлаждении голой кожи и о том, как это может быть очень мощным стимулом, поэтому мы вернемся к этому позже. Если я не скажу иначе, я в основном сосредоточусь на погружении в холодную воду и холодном душе. Так что давай поговорим о протоколах улучшения психического здоровья и работоспособности с помощью преднамеренного воздействия холода. Что происходит, когда мы простужаемся, так это то, что мы испытываем увеличение выброса нарадреналина, нарадреналина и адреналина. Тот факт, что воздействие холода преднамеренное или нет, увеличивает уровень нарадреналина и адреналина в нашем мозге и те, означает, что это очень надежный стимул для повышения уровня нарадреналина и адреналина. Это своего рода очевидное утверждение, но это очевидное утверждение можно использовать для систематического повышения того, что мы называем устойчивостью. Теперь, когда мы сталкиваемся со стрессом в жизни, происходит ли что-то плохое в наших отношениях, или что-то плохое происходит в мире, и мы чувствуем стресс. Этот стресс является следствием повышения уровня нарадреналина и адреналина в нашем мозге и теле. Очень похоже, если не идентично, на те виды увеличения, которые возникают в результате преднамеренного воздействия холода. Таким образом, преднамеренное воздействие холода, это возможность намеренно напрячь наше тело, и все же поскольку это преднамеренно и поскольку мы можем предпринять определенные шаги, которые я опишу через мгновение, мы можем научиться сохранять ясность ума. Мы можем научиться сохранять спокойствие, когда наше тело находится в состоянии стресса. И это может быть чрезвычайно полезно при столкновении со стрессорами в других сферах жизни. И это то, что мы называем стойкостью или выдержкой, нашей способностью или умственной стойкостью. Нашей способностью принимать вызов или терпеть вызов, сохраняя при этом, так сказать, прямолинейность. Итак, один простой протокол повышения сопротивляемости состоит в том, чтобы выбрать температуру, которая неудобна для душа или холодного погружения, а затем войти в воду на определенное время, а затем выйти. Сейчас важно понимать, что люди будут испытывать разный уровень выброса нарадреналина и адреналина при попадании в холодную воду. Некоторые люди, поскольку они так сильно боятся холода, на самом деле испытывают повышение уровня нарадреналина и адреналина еще до того, как они войдут в холодную воду. Или под холодный душ. Теперь ты, возможно, испытал это. Я, конечно, испытал это. Я боюсь этого, я не хочу этого делать, и я должен заставить себя это сделать. И действительно, адреналин, инорадреналин и их всплески можно рассматривать как своего рода стены, которым мы должны противостоять и переступать через них. И я бы хотел, чтобы ты концептуализировал их таким образом, потому что это позволяет нам создавать протоколы, которые могут быть очень объективными и позволяют нам отслеживать наш прогресс с точки зрения повышения устойчивости. Так что один из вариантов, просто сказать, хорошо, я заставлю себя встать под холодный душ на одну минуту. Как холодно, опять же неприятно холодно, но ты можешь спокойно оставаться внутри, или я залезу на одну минуту в ванну со льдом. Ледяные ванны неизбежно очень холодные. И что также неизбежно, так это то, что когда ты простудишься, ты испытаешь всплеск адреналина инорадреналина. Это не подлежит обсуждению, потому что это опосредовано рецепторами холода на поверхности вашего тела и вашей кожи. И тем, как они вызывают выброс нанорадреналина и адреналина, а не только из надпочечников. Из надпочечников над почками, но также из областей вашего мозга, таких как локус голубого глаза, которые вызывают повышение напряжения и беденности, а также из других частей вашего тела, где высвобождаются адреналин инорадреналин. Другими словами, простуда – это неоспоримый стимул для повышения уровня адреналина инорадреналина. Даже если ты самый выносливый человек в мире и любишь холод, это повышение уровня адреналина инорадреналина произойдет. Так что способ думать онорадреналине и адреналине в этом контексте повышения психической устойчивости заключается в том, что у тебя есть два варианта. Ты можешь либо попытаться продлить продолжительность преднамеренного воздействия холода. Так что переходите от одной минуты до 75 секунд, от двух минут и так далее в течение нескольких дней, или один из способов подойти к этому. И я особенно предпочитаю, чтобы учитывать контекст дня и момента. Это означает, что у нас разный уровень выдержки и жизнестойкости в разные дни и в зависимости от обстановки нашей жизни, в то время даже от времени суток, когда мы выполняем эти протоколы и начинаем ощущать выброс адреналина. Инорадреналин в нашем мозгу и теле, и мы воспринимаем их как стены, через которые мы хотим перелезть, чтобы повысить устойчивость. И начать подсчитывать количество стен, которые мы преодолеваем, и расстояние между этими стенами, когда мы намеренно подвергаемся воздействию холода. Позволь мне привести тебе пример протокола ТАЙМ, потому что он очень прост, хотя я не думаю, что он столь же эффективен для повышения психической устойчивости. Протоколом ТАЙМ будет понедельник, я делаю одну минуту преднамеренного воздействия холодом при заданной температуре. В среду я увеличиваю это время на 50%, а в пятницу я делаю преднамеренное воздействие холодом в два раза дольше, чем в понедельник. И если бы я продолжал делать это каждую неделю в понедельник, среду, пятницу, я бы продолжал либо увеличивать продолжительность, либо снижал температуру и сокращал продолжительность. Что-то в этом роде, очень похоже на сеты и повторения в тренажерном зале. Теперь этот вариант очень объективен. Ты мог бы даже занести его в книгу, и по мере того, как ты разовьешь способность оставаться при низких температурах. Даже при все более низких и более низких температурах, в течение все более и более длительных периодов времени, ты станешь более устойчивым. Что я имею в виду? Ну, мое оперативное определение устойчивости заключается в том, что ты способен сопротивляться бегству от стрессора, холода, благодаря своей силе воли, который на самом деле является твоя префронтальная кора головного мозга, вызывая нисходящий контроль над твоими рефлексами, твоей лимбической системой и гипоталамусом, которые, по сути, говорят тебе выбираться из этой холодной воды. Выберись из этой холодной среды, и поступая так, ты, по сути, становишься лучше контролировать свое поведение, когда твой мозг и тело переполнены норабинефрином и адреналином. Это очень редукционистский способ объяснить устойчивость, выдержку или умственную стойкость, но это редукционистский способ объяснения, который очень тесно связан с биологической стороной психологии. И это факт, что выброс норадреналина и адреналина в мозге и теле являются общим универсальным кодом для стрессора. Не существует уникальной химической сигнатуры для различных форм стрессоров. Это единственная сигнатура, хотя, конечно, задействованы и другие химические вещества. Так что ты мог бы потратить время и попытаться снизить температуру и увеличить время в течение нескольких дней или недель. Это привлекательный подход к вещам, но проблема в том, что у вас нет бесконечного пространства для снижения температуры, потому что в конце концов вы достигнете температуры. Они либо настолько холодные, что опасны, либо тебе приходится оставаться при низких температурах так долго, что это становится непрактично. Поскольку, по-видимому, тебе также нужно заботиться и о других аспектах своей жизни, ты не можешь просто сидеть весь день в ванне со льдом. Теперь по этой причине я выступаю за протокол, в котором ты повышаешь психическую устойчивость и психическую выносливость с помощью двух различных типов протоколов. Первый включает в себя подсчет стен. Теперь, что я подразумеваю под стенами, я имею в виду ощущение нет, я не хочу этого делать и идею или ощущение в вашем мозгу и теле, что вы действительно хотите покинуть эту среду и пойти размяться. Опять же, для некоторых людей это произойдет еще до того, как они попадут в ледяную ванну или холодную душу. Так что если ты чувствуешь себя очень сопротивляющимся тому, чтобы принять ванну со льдом или холодную душу, и тебе удается это сделать, это преодоление того, что я бы назвал одной стеной, тогда в течение какого-то периода времени ты действительно мог бы чувствовать себя комфортно в ванне со льдом, холодной воде или холодном душе. И тебе кажется, что ты мог бы оставаться там какое-то время, что ты мог бы оставаться там минуту или две, но неизбежно появится следующая стена. И я бы посоветовал тебе обратить внимание на то, когда появится следующая стена, и на самом деле иметь осознание, так называемое перехватывающее осознание, как мы это называем, того, когда наступит следующий всплеск адреналина, независимо от того, достигнет ли он определенного порога в твоем мозгу и теле или нет, когда ты почувствуешь, что хочешь выбраться, и сможешь оставаться внутри хотя бы на 10 секунд дождь. Это означает, что ты преодолел еще одну стену. И если ты продолжишь оставаться в этой холодной среде, ты обнаружишь, что наступит следующая стена и наступит следующая стена. Теперь, в конце концов, конечно, ты очень сильно анимеешь, в зависимости от того, насколько холодно, и ты также можешь подвергнуть тебе опасности. Таким образом, ты должен поддерживать когнитивный контроль, считая эти стены, пересекая эти стены, но в какой-то момент, конечно, выходя из них. Итак, мой любимый протокол для укрепления психической стойкости, он же выдержка, он же устойчивость, состоит в том, чтобы учитывать, что в некоторые дни простое попадание в ванну со льдом или холодный душ представляет собой стену, в некоторые дни это не так. В некоторые дни ты входишь и чувствуешь, что можешь пройти 10 минут, в другие дни ты входишь и чувствуешь, что можешь пройти всего минуту. И установка определенного количества стен перед началом протокола здесь будет очень полезна. Так ты говоришь, пока я могу делать это безопасно, я собираюсь сегодня сделать три стены. Первая стена проходит внутрь. Вторая стена прибудет, когда она прибудет, и третья стена прибудет, когда она прибудет. И я перелезу через эту стену, а затем выберусь наружу. На следующий день ты можешь сделать пять стен. На следующий день ты можешь снова сделать три стены, но ты можешь понизить температуру. Это дает тебе огромную гибкость, и действительно, это дает тебе гораздо больше возможности использовать одни и те же температуры по-разному или немного снизить температуру. И все равно получить много стимулов, что означает много результатов от данного протокола. В то время как люди, которые просто следят за температурой и временем, в конце концов становятся адаптированными к холоду. Они очень-очень хорошо справляются с работой три минуты, шесть минут или даже десять минут при заданной температуре. И тогда они чувствуют, что должны снижать температуру еще больше и еще больше, и в конце концов они просто выкупили их. Мне больше некуда идти. Нет никакого способа добиться улучшений в протоколе, по крайней мере не в плане психической устойчивости. Конечно, все еще есть положительное влияние на воспаление и обмен веществ и так далее, о чем мы немного поговорим. Но главное здесь разработать протоколы, которые будут работать на вас с течением времени и для вас очень-очень выносливых, очень-очень крутых парней и девушек, которые могут попасть прямо в ванну со льдом или очень-очень холодное погружение. А ты можешь просто размалывать это в течение шести или десять минут, или ты даже можешь сделать это, оставаясь спокойным, что же у тебя больше очков. Но угадай что? Это равносильно тому, что вы уже подняли штангу весом 600 фунтов и сделали свои десять повторений. У вас не так уж много свободного пространства, чтобы получить пользу от этого стимула, а в тренажерном зале люди понимают, что ты можешь регулировать, например, скорость движения, или ты можешь начать сочетать это движение с предварительным истощением и так далее. При холодном воздействии у тебя не так много свободного пространства для еды. Так что если твоя цель повысить устойчивость, либо используй время в зависимости от температуры, либо я предлагаю начать распознавать эти стены как переживание сопротивления в тебе и, преодолев эти стены, установить определенное количество стен. Что ты собираешься пойти туда в определенный день и сделать это при заданной температуре, а затем все перемешать? И в идеале ты мог бы даже построить еще одну стену в конце, если ты действительно чувствуешь себя смелым и отважным, потому что это укрепит твою устойчивость. Но если ты хочешь, чтобы воздействие холода работало на тебя ради повышения устойчивости и психической стойкости с течением времени, тебе нужно будет каким-то образом изменить это пространство параметров, и тебе не нужно быть суперсистематичным в этом вопросе. В этом прелесть такого подхода, потому что ты полагаешься на тот факт, что эти стены действительно представляют собой моменты, когда ты заставляешь свой контроль сверху вниз, свою префронтальную кору головного мозга подавлять свой рефлекс. И ты учишься контролю поведения в контексте того, что в твоем организме повышен уровень этих катехоламинов, нарадреналина и адреналина. И я верю, что это переводится в реальную жизнь гораздо более реалистично. Потому что в реальной жизни вы на самом деле не сталкиваетесь со стрессорами в течение определенного периода времени, когда вы знаете, как долго это продлится, и вы знаете, контекст нет. Большинство стрессоров приходят в виде сюрпризов, которые нам не нравятся, текстовых сообщений, сообщающих плохие новости, информации о внешнем мире или реальном мире, а также онлайн-взаимодействий, которые приводят нашу систему в состояние повышенного уровня нарадреналина и адреналина. И если ты начнешь думать о них как о стенах, которые ты можешь терпеть и перелезать, оставаясь спокойным и ясным умом, тогда ты действительно сможешь представить, как ледяная ванна и другие формы воздействия холода действительно помогают подготовить тебя к реальным стрессорам в жизни. Следующий вопрос, который я всегда получаю, каким должно быть мое психическое состояние, пока я подвергаю себя этому неудобному, но безопасному состоянию холода, что же у тебя есть два варианта, и вероятно есть и другие варианты. Один из них — попытаться успокоить себя, чтобы оставаться как можно более спокойным мысленно. Другой — принять этот вызов и таким образом оточить его. И здесь я должен сказать, что это очень похоже на обучение кого-то вождению по гравийной дороге. Любой из вас, кто ездил по гравийной дороге, знает, что не существует оптимальной скорости для всех гравийных дорог. Это зависит от плотности гравия и так далее, а также от транспортного средства и так далее. Так, например, на некоторых гравийных дорогах, когда вы начинаете движение и начинает подниматься пыль, ваш лучший вариант — ехать быстро и оставить это облако пыли позади вас. На других гравийных дорогах, если ты попытаешься это сделать, вокруг автомобиля действительно поднимется пыль, и из-за этого его трудно разглядеть, а иногда приходится сбавлять скорость. То же самое верное для того, чтобы пройти через преднамеренное воздействие холода. Иногда легче успокоить себя. Один из способов сделать это — сделать двойной вдох через нос и удлиненный выдох через рот, или просто попытаться контролировать свое дыхание. Уменьшить темп дыхания и увеличить объем дыхания. Я должен сказать, что каждый испытывает учащенное дыхание, когда попадает в неприятно холодную воду, это универсальная физиологическая реакция. Каждый также испытывает снижение когнитивных функций на 30-80%, в частности, лобной коры головного мозга. Метаболизм твоей лобной коры снижается, метаболизм, означающий активность областей мозга, связанных со стрессом и паникой, значительно повышается. И поэтому заякорить свой разум в когнитивной деятельности, когда ты попадаешь на холд, может быть очень и очень полезно для поддержания ясности ума. На самом деле, одна вещь, которую я иногда рекомендую, это то, что люди пытаются заниматься каким-то когнитивным упражнением, находясь на холоде, не как форма отвлечения, а как способ сохранить ясность мышления, и научиться это делать, когда организм наводнен всеми этими химическими веществами, которые вызывают у нас стресс. Так, например, ты мог бы решать математические задачи, и не 2 плюс 2 равно 4, не 3 жди 3 равно 9, а вещи, которые требуют немного больше сосредоточенности и внимания, рабочей памяти и так далее. У тебя также могут появиться мысли, которым ты намеренно навязываешь полную структуру предложения. Это на самом деле довольно сложно. Ты мог бы попытаться вспомнить конкретные фрагменты информации, которые являются сложными. Это учит твой разум, как оставаться в сети. Или скорее я должен сказать, это ты учишь свою префронтальную карту, как оставаться вовлеченным, пока у тебя высокий уровень стресса в организме. Много лет назад у меня был друг, работающий в области неврологии, нейробиолог-исследователь, который был одержим этим очень странным видом спорта, который я совсем не обязательно рекомендую, а именно сочетанием бокса и шахмата. Ты, возможно, видел это на YouTube, где люди боксируют вокруг, законно боксируют вокруг, они часто проводят спарринги. А затем в конце раунда вместо того, чтобы отдыхать в углу, они на самом деле садятся и играют в шахматы, а затем возвращаются к боксу и снова к шахмату. Опять же, это не тот вид спорта, который я рекомендую, но причина, по которой он был одержим этим, заключается в том, что он изучает влияние стресса на когнитивные способности. И то, что делал этот конкретный, очень странный вид спорта, это переключение между различными состояниями ума. Теперь это используется как для повышения когнитивной ясности бойца во время бокса, потому что сохранять спокойствие и ясность мышления очень важно для победы в боксерских поединках. Хочешь верь, хочешь нет, но это не полное безобразие. Это очень продуманная игра в ментальные шахматы и физические шахматы, ставки в которые довольно высоки, как ты можешь себе представить. Она также используется в некоторых кругах, как способ научить людей заниматься когнитивной деятельностью, когда их тело просто переполнено стрессом. Итак, в примере с шахматами по боксу, замена холодной воды на самом деле это бокс. Это то, что должно вызывать стресс, потому что удар это стресс. А риск получить удар, стресс для большинства людей. Опять же, если вы думаете о преднамеренном воздействии холода как о способе просто систематически и надежно индуцировать выброс адреналина и нарадреналина и избавляться от стресса, что же? Тогда это идея сохранения когнитивной ясности. И на самом деле выполнение когнитивных задач во время принятия ледяной ванны или холодного душа действительно может быть очень полезным. Хотя это может показаться немного глупым, ты действительно тренируешь свою способность поддерживать работу мозга, когда рефлекс состоит в том, чтобы отключить те части мозга, которые участвуют в преднамеренном планировании и мышлении. Теперь еще один важный аспект преднамеренного воздействия холодом, который я редко, если вообще когда-либо слышал, обсуждаю, но который жизненно важен, это то, двигаешься ты или нет. И вот в чем причина. Когда ты входишь в холодную воду и остаешься там в течение некоторого периода времени, твое тело выделяет тепло. И это тепло генерирует так называемый тепловой слой, который окружает все твое тело. Так что если ты будешь стоять неподвижно, тебе на самом деле будет теплее, чем если ты будешь двигаться. Ты можешь попробовать это в следующий раз, когда будешь намеренно подвергаться воздействию холода. Если ты погружен в воду по шею, посиди там примерно 10-30 секунд и будь очень, очень неподвижен тело. На самом деле именно так большинство людей начинают намеренно подвергаться воздействию холода. У них очень стоический вид, они не моргают, они выглядят очень умиротворенными. Некоторые из них даже выглядят жесткими или у них очень ровное эмоциональное лицо, и поэтому кажется, что они действительно крутые. Но они настолько спокойны, что хотите верьте, хотите нет, но они не являются самым мощным стимулом. Если бы они или ты двигались в этой воде, то произошло бы то, что ты разрушил бы тепловой слой, и на самом деле почувствовал бы, что стало намного холоднее. Так что если ты действительно хочешь усилить аспект устойчивости, или, например, если ты хочешь использовать заданную температуру, при которой тебе комфортно, но ты хочешь увеличить стимул и получить больше пользы, для тренировки умственной устойчивости, ну тогда залезай в холодную воду, непрерывно двигай телом, но старайся сохранять спокойствие или даже выполняй какую-нибудь когнитивную задачу. Как ты начинаешь понимать? Существует множество различных переменных, с которыми ты можешь играть, сохраняя при этом одну и ту же температуру воды, и при этом действительно удерживая себя в зоне того, что должно быть. И это должно быть абсолютно безопасно для тебя, без необходимости просто постоянно понижать температуру, скажем, с 60 градусов до 55-40-33. Потому что, как я уже упоминал ранее, в конце концов ты достигнешь этого. Так что если ты один из тех людей, которым нравится выглядеть крутым или действительно расслабленным, пока ты находишься в ванне со льдом или погружаешься в холодную воду, просто пойми, что на самом деле ты обманываешь себя, лишая части стимула. Продолжая двигать этими конечностями, и, конечно же, конечности под водой, ступни и кисти, будут более мощным стимулом, чем руки и ноги снаружи. По причинам, которые должны быть очевидны, исходя из того, о чем мы говорили с точки зрения охлаждения голой кожи. Держи их погруженными, двигай телом, может быть, двигай коленями вверх-вниз, крути педали ногами, и поверь мне, тебе будет намного холоднее, чем если бы ты оставался неподвижным, как камень. Еще один очень распространенный вопрос, как часто нужно намеренно подвергаться воздействию холода. Трудно дать рекомендацию по этому поводу, основываясь на любом рецензируемом исследовании, хотя у людей есть несколько исследований, которые указывают на порог в 11 минут в неделю. Значит, это в общей сложности в течение недели, разделенное на 2 или 4 сеанса по 2-3 минуты или около того. Теперь, когда 11-минутное ограничение не является строгим порогом, и на самом деле больше ориентировано на увеличение метаболизма, мы рассмотрим это немного позже в эпизоде. Но я думаю, что 11-йный порог. Это означает, что в общей сложности 11 минут преднамеренного воздействия холода в неделю довольно хорошее число, которое можно использовать, если вам нужно какое-то число для того, чтобы оставаться последовательным. Но, как мы говорили ранее, некоторые из вас будут находиться в ванне со льдом, холодном погружении или холодном душе в течение одной минуты. Другие из вас будут находиться там в течение 10 минут, в зависимости от того, насколько часто и насколько высоко, если хотите, эти стены адреналина пребывают. Так что для некоторых из вас принятие холодного душа в общей сложности на 3 минуты в течение целой недели будет представлять собой огромное достижение с точки зрения силы и преодоление сопротивления этому, преодоление этих стен. Для других из вас 3 минуты это ничто. Так что же я рекомендую, я рекомендую тебе уделять в общей сложности не менее 11 минут в неделю, но в тот момент, когда 11 минут в неделю для тебя очень легко, когда это уже не представляет серьезной умственной проблемы. Это означает, что ты не испытываешь многих из этих стен, тебе не терпится погрузиться в холодный душ, ты легко проходишь через это, по сути, ты путешествуешь. Тогда я бы посоветовал либо безопасно снизить температуру, конечно, безопасно увеличить продолжительность, конечно, либо увеличить частоту, чтобы вы делали это, возможно, каждый день. А может быть 5 дней в неделю или 3 дня в неделю. Я лично получаю огромную пользу от преднамеренного воздействия холода 3 раза в неделю и использования метода стены, который я описал ранее в качестве моего показателя того, как долго нужно оставаться внутри. И, как правило, это означает, что я занимаюсь где-то от 2 минут до 6 минут за сеанс, а это в среднем составляет от 11 до 15 минут в неделю, еще раз повторяю, я не думаю, что тебе нужно быть очень строгим в отношении этих рекомендаций. При использовании протокола, а самое главное, чтобы ты делал это безопасно, но во-вторых, чтобы ты делал это последовательно. Так что найди то, что ты можешь делать последовательно, а затем варьируй параметры, которые позволят тебе продолжать целенаправленное воздействие холода последовательно, независимо от того, есть ли у тебя доступ к душу или холодному погружению и так далее. Итак, мы говорили о психическом воздействии и использовании преднамеренного воздействия холодом ради повышения устойчивости, которое, я действительно верю, может быть чрезвычайно мощным. Послушай, это не совпадение, что проверка и подготовка морских котиков включают в себя длительное пребывание в холодной воде. Можно утверждать, что это сделано намеренно, потому что они предпочитают ходить в бутоны, но когда они попадают в холодную воду в бутонах, это диктуется инструкторами и причиной, по которой они используют воздействие холодной воды в качестве стрессора. Это то, что он действительно дает значительную свободу действий с точки зрения продолжительности температуры, с точки зрения того, как вы можете использовать его в качестве стрессора. В то время как такие вещи, как тепло, не предлагают большого пространства для изменения, как мы говорим, здесь не так уж много места, за пределами которого ты начинаешь ранить или даже убивать людей, используя тепло. И так существует множество форм стрессоров. Но холод это тот, который мы можем нейтрализовать, который мы можем регулировать таким образом, чтобы позволить нам постоянно наращивать или поддерживать психическую устойчивость. Преднамеренное воздействие холода также оказывает множество воздействий на химические вещества, отличные от нарадреналина и адреналина, в первую очередь на нейромодулятор допамин, который участвует в повышении нашего настроения, заставляет нас чувствовать себя бодрыми и повышает нашу способность сосредотачиваться. И это во многом связано с тем, как дофамин вовлекает нас в мотивированное состояние, имеет тенденцию сужать наше мышление в нашем поведении до определенного уровня целенаправленного поведения. Если ты хочешь узнать больше о дофамине, ты можешь узнать много нового о дофамине, в нашем эпизоде о дофамине, он находится по адресу хаберманлаб.ком. Ты можешь найти это, это два с половиной часа, плюс своего рода глубокое погружение во все, что касается дофамина, концентрации, мотивации и так далее. Преднамеренное воздействие холода оказывает очень мощное влияние на высвобождение дофамина в нашем мозге и теле, и это одна из главных причин, по которой люди продолжают намеренно подвергаться воздействию холода. В основном это заставляет нас чувствовать себя хорошо, и это продолжает заставлять нас чувствовать себя хорошо даже после того, как мы выходим из холодной среды. На самом деле некоторые люди сказали бы, что они плохо себя чувствуют в холодной среде, для них это стресс, но после этого они чувствуют себя превосходно. Одна из наших предыдущих гостей, доктор Анна Лембке, врач медицинской школы Стэнфордского университета, моя близкая коллега, описала использование дофамина в своей книге «Нация дофамина». Я должен упомянуть невероятную книгу о зависимости и дофамине, и употребление дофамина, вызванное воздействием холодной воды одним из ее пациентов. Я имею в виду тот факт, что один из ее пациентов помог себе избавиться от наркотиков и оставаться трезвым, используя преднамеренное воздействие холода для повышения уровня дофамина. Это более здоровая форма высвобождения дофамина, чем та, которой они занимались до того, как стали трезвыми. Основа высвобождения дофамина в ответ на воздействие холода заключается в том, что катихоламин и нарадреналин, адреналин и дофамин, как правило, совместно высвобождаются одними и теми же стимулами, но большинство стрессоров, и в частности вещи, то, что вызывает стресс или наше внутреннее чувство стресса, которое нам не нравится, не повышает уровень дофамина. Они только повышают уровень нарадреналина и адреналина, но преднамеренное воздействие холода, по-видимому, вызывает резкое повышение уровня дофамина. И это фактически было доказано в действительно прекрасном исследовании о заклавленном физиологической реакции человека на погружение в воду разной температуры. Первый автор с вами. Я почти наверняка произношу это плохо, а если и не неправильно, то сэр АМЕК. Это было опубликовано в европейском журнале прикладной физиологии в 2000 году, действительно прекрасное исследование, я люблю это исследование. Они брали людей и заставляли их сидеть в креслах под водой, но их голова была высунута наружу, и поэтому они были погружены по шею при любой из трех разных температур. 32 градуса по ЦЭС, что составляет 89 градусов по Фаренгейту, 20 градусов по ЦЭС, что составляет 68 градусов по Фаренгейту, или 14 градусов по ЦЭС, что составляет 57,2 градуса по Фаренгейту. Так что не очень холодно, но затем они измерили основную температуру тела людей повсюду. Они измерили их метаболизм и посмотрели на уровни в сыворотке крови таких веществ, как нерадреналин, адреналин, дофамин и кортизол, то есть в сыворотке крови. Так что это действительно хорошее и довольно тщательное исследование. В исследовании участвовало не так уж много предметов, но тем не менее, это было очень тщательное исследование с точки зрения количества переменных, которые они исследовали. Поэтому я просто хочу кратко осветить некоторые из того, что они видели или что они наблюдали в этом исследовании. Прежде всего, все группы находились в воде заданной температуры в течение одного часа, что намного дольше, чем большинство протоколов преднамеренного воздействия холодом, которые кто-либо использует дома. Я имею в виду, может быть, ты принимаешь холодный душ продолжительностью в один час, может быть, ты залезаешь в ванну с альдом на час, хотя я не рекомендую этого делать. Я думаю, что ты, вероятно, сильно переохладишься, или, может быть, на какое-то время погрузишься в холодную воду, но мне трудно представить, что это займет час. И я не советую этого делать, если очень холодно. Итак, это исследование было сосредоточено на действительно несколько умеренно прохладных температурах, а не на том, что, я думаю, большинство людей сочло бы очень-очень холодными температурами, но продлило их продолжительность на довольно долгое время. Итак, опять же, 32 градуса по Цельсию, 20 градусов по Цельсию или 14 градусов по Цельсию. Вот что они наблюдают. Группа, которая была погружена по шею в воду с температурой 32 градуса Цельсия, то есть 89 градусов по Фаренгейту, не испытала ни сдвига в метаболизме. Незначительного увеличения дофамина, нарадреналина или этих других катехламинов. Группа, которая находилась в воде при температуре 20 градусов по Цельсию, то есть 68 градусов по Фаренгейту, в течение часа, испытала увеличение скорости метаболизма на 93%, что примечательно, учитывая, что вода была не такой уж холодной. И все же час, это довольно долгое время, чтобы находиться там. И опять же, это говорит о драматическом эффекте теплопередачи, которым обладает вода, о котором я упоминал ранее. В отличие от пребывания на воздухе при температуре 68 градусов, это, конечно, не вызовет такого увеличения скорости метаболизма. Группа, которая находилась при температуре 14 градусов по Цельсию, то есть 57,2 градуса по Фаренгейту, в воде в течение часа, испытала увеличение метаболизма на 350%. Такое огромное увеличение метаболизма. Теперь самые интересные данные для меня, по крайней мере, с точки зрения психических последствий преднамеренного воздействия холода, заключались в том, что уровень нерапинефрина в плазме или сыворотке крови увеличился на 530%. Это огромное повышение уровня нерадреналина, так что это наводит на мысль, что это стрессовый стимул, по крайней мере, с нейрохимической точки зрения. Стрессовый, несмотря на то, что сейчас не супер-супер холодно, хотя и 57,2 градуса по Фаренгейту. 14 градусов по Цельсию, это не теплая среда, но и не ультра-ультра холодная среда, но час, это очень долгое время, чтобы находиться там. У испытуемых также наблюдалось увеличение концентрации дофамина на 250%, что хотя и не на 530%, как это было с нерапинефрием, все же является очень значительным увеличением исходного уровня дофамина. И что было интересно, так это то, что это повышение уровня дофамина сохранялось в течение очень длительного периода времени, даже до двух часов. И они прекратили исследование через 120 минут после того, как вышли из холода. Но тем не менее, это повышение уровня нерадреналина является огромным и длительным. А это повышение уровня дофамина очень большим и длительным. И я действительно верю, что эти задокументированные эффекты у людей во многом объясняют усиление внимания, а также улучшение самочувствия и настроения, которые люди обычно испытывают после преднамеренного воздействия холода. И причина, по которой я это говорю, заключается в том, что если бы ты вернулся к эпизоду, который я делал с дофамином, или ты вернулся бы к эпизоду, который я делал с доктором Анной Лемпке о зависимости и дофамине, ты обнаружишь, что повышение уровня дофамина, вызванное преднамеренным воздействием холода, на самом деле очень похоже на те виды повышения уровня дофамина, которые вызываются такими вещами, как никотин, или другими видами поведения, которые, как известно, вызывают привыкание и вредны для нас, потому что они приводят к другим воздействиям на мозг и тело, которых мы просто не хотим. И все же преднамеренное воздействие холода при условии, что оно проводится безопасно, может вызвать аналогичное, если не большее, повышение уровня дофамина, которое не просто мимолетно, которое происходит не только во время, скажем, потребления какого-либо вредного препарата или деятельности, но они очень долговечны и могут быть использованы для других видов деятельности, кроме преднамеренного воздействия холода. Поэтому я хочу почерпнуть это. Я не предлагаю людям намеренно подвергаться воздействию холода в течение часа в день, и, к сожалению, пока нет так много исследований, изучающих, насколько короче воздействие более холодной температуры окружающей среды, скажем, одна минута или три минуты или шесть минут при 55 градусах или при 50 градусах, независимо от того, приводит это к аналогичному, большему или пониженному уровню дофамина в мозге и теле или нет, и все же почти каждый, кто намеренно подвергается воздействию холода, скажет, да, это был стресс. Мне это не понравилось, или со временем мне это стало нравиться, но после этого я всегда чувствую себя лучше, и это чувство длится очень долго. И я думаю, что почти наверняка те переживания, о которых сообщают люди, связаны с повышением уровня дофамина и в сочетании с повышением уровня нарадреналина. Также объясняют другой эффект, о котором обычно сообщают, а это повышение остроты ума и способности сосредотачиваться. Теперь мы можем экстраполировать это на исследование, которое я обсуждал в начале эпизода, где я говорил об использовании коротких 15-минутных упражнений. Своего рода упражнение умеренной интенсивности, и как это, как было показано, повышает уровень энергии и остроты ума в этих задачах на рабочую память и зрительное внимание. И здесь опять же мы должны кое-что предположить, потому что они не проводили нейрохимических измерений, но мы можем разумно предположить, что эти улучшения когнитивных функций были вызваны, по крайней мере частично, увеличением содержания катихоламинов, известных компаний, кардиозоны умеренной интенсивности 2. Итак, то, что ты начинаешь здесь видеть, это тема. Тема заключается в том, что практически любой стимул, который доставляет в нашу систему больше нарадреналина, адреналина и дофамина, обострит нашу остроту ума и поднимет наше настроение, и будет делать это в течение некоторого периода времени. Преднамеренное воздействие холода, оказывается, является очень мощным способом увеличить количество этих катихоламинов, этой категории химических веществ, и тем самым улучшить настроение, остроту ума и уровень длительности. И как мы увидим в следующем, это не только дает такой эффект, который может быть очень полезен для многих людей в самых разных обстоятельствах, но и дает положительные эффекты, к которым стремятся многие люди. С точки зрения обмена веществ, снижения воспаления в организме и других физиологических эффектов, а также. И прости меня, я был почти готов перейти к влиянию преднамеренного воздействия холода на обмен веществ, воспаления и так далее. Но я забыл указать на один из других очень интересных аспектов исследования. Демонстрация преднамеренного воздействия холода может привести к повышению уровня нарадреналина и дофамина. А это значит, что у них не наблюдается значительного повышения уровня гормона стресса кортизола. И это одновременно удивительно, интересно и важно, потому что это означает, что качество стресса, которое преднамеренное воздействие холода создает в организме, скорее всего, будет одним из тех, которые мы называем стрессом от использования. Ханс Сёлье, великий физиолог, получил Нобелевскую премию за то, что провел различие между дистрессом, который является стрессом в мозге и теле, вызывающим выброс таких веществ, как кортизол, наряду с другими катехоламины. И это мы воспринимаем как негативное происходящее с нами и может привести к негативным последствиям для здоровья. И он отличил этапы у стресса, который, как мы теперь понимаем, был стрессом, связанным с повышением уровня таких веществ, как нарадреналин и дофамин, но без повышения или минимального повышения уровня кортизола, и это может привести к положительным результатам для здоровья. Похоже, что преднамеренное воздействие холода может создать то, что мы называем, или то, что Ханс Сёлье назвал, устрессом. Другими словами, это может создать состояние в мозге и теле, при котором мы испытываем стресс, мы тренируем устойчивость, и все же мы создаем нейрохимическую среду, которая на самом деле приносит много пользы для здоровья. А теперь я хотел бы переключить наше внимание на влияние преднамеренного воздействия холода на обмен веществ. И я хотел бы начать с подробного описания исследования, которое было проведено на людях и опубликовано только в конце прошлого года. Название исследования «Измененная терморегуляция бурого жира и усиленный термогенез, вызванный холодом у молодых вторых мужчин, занимающихся зимним плаванием». И я должен отметить, что хотя исследование проводилось только с участием мужчин, нет никаких оснований думать, что обнаруженные ими эффекты будут касаться только мужчин. Я бы надеялся, что в какой-то момент в будущем они также проведут исследования на женщин, но эффекты, которые они описывают, являются очень базовыми основными физиологическими процессами. Что они сделали? Так это рассмотрели преднамеренное воздействие холода на эту группу молодых людей, и они использовали этот 11-минутный порог в неделю. Другими словами, они заставляли их входить в холодную воду примерно на 11 минут в неделю. И опять же, это в общей сложности 11 минут в неделю. Они разделили это на два сеанса, хотя в разговоре с первым автором этого исследования, доктором Сюзанной Сёберг, я узнал, что, вероятно, не важно будет ли это два сеанса. Это может быть три или даже четыре сеанса, пока он достигает этого 11-минутного порога. Они обнаружили, что попадая в эти холодные условия, в данном случае погружение в холодную воду по шею, в общей сложности на 11 минут в неделю. У этих мужчин наблюдалось увеличение так называемого термогенеза бурого жира. Я сейчас подробнее расскажу о том, что это такое, и о повышении основной температуры тела, которое приводит к увеличению основного обмена веществ в организме. Так вот, общее увеличение основного обмена веществ в организме, которое они испытали, не было чрезвычайно большим. Оно было статистически значимым, но оно не было чрезвычайно большим. Однако изменение в запасах бурого жира, это, пожалуй, самое интересное в этом исследовании, и я скажу вам почему. Увеличение метаболизма при преднамеренном воздействии холода является как острым, так и происходящим в краткосрочной перспективе. Когда ты попадаешь на холод, и сразу после этого у тебя действительно увеличивается основной метаболизм, другими словами, ты сжигаешь немного калорий. И хотя это может быть не очень значительным увеличением, или я должен сказать, что они могут быть статистически значимыми, но они не являются чрезвычайно большим количеством сожженных калорий. Более длительные последствия преднамеренного воздействия холода на метаболизм, по-видимому, проявляются в происходящих изменениях, в типах жира, которые мы накапливаем в нашем организме, и в том, как этот жир влияет на наш метаболизм в другое время в течение 24-х часового цикла. На самом деле это имеет несколько анекдотическую основу, особенно в Скандинавии. Я не говорю ни по-шведски, ни по-датски, ни по-норвежски, но у меня есть родственники датчане, и они смогли помочь мне расшифровать распространенную шведскую поговорку, которая, по сути, переводится как тот факт, что при подготовке к лету, говорят, нужно подвергать себя воздействию теплой среды, чтобы летом чувствовать себя комфортно в теплой среде. Это половина этой традиционной шведской, а также датской поговорки. Другая половина этой традиционной датско-шведской поговорки заключается в том, что при подготовке к зиме, чтобы не чувствовать себя слишком холодно в холодных условиях, нужно подготовиться к осени, не надевая куртку и не подвергая себя воздействию холодных условий. Сейчас, конечно, это всего лишь анекдотические культурные предания, но на самом деле у них есть физиологическая основа, которая заключается в том, чтобы постоянно подвергать себя воздействию холодной среды в ожидании воздействия более экстремально холодной среды. В этих экстремально холодных условиях можно чувствовать себя более комфортно, и это именно то, что они наблюдали в этом исследовании Сёберга и Сафт. Мужчины чувствовали себя более комфортно в условиях сильного холода, если они тренировались с помощью преднамеренного воздействия холода, что может показаться совсем неудивительным. Но, основываясь на том, о чем мы говорили ранее, преднамеренное воздействие холода вызывает этот дискомфорт, и этот опыт выброса народреналина по крайней мере в краткосрочной перспективе. Тогда вы бы сказали, не должно ли это преднамеренное воздействие холода также заставлять их чувствовать себя некомфортно, как будто они действительно хотят выбраться наружу. Ну, это верно в начале протокола преднамеренного воздействия холодом, то есть в первую неделю, или на второй неделе, или на третьей неделе. Но то, что человек находит, и то, что вы найдете, если сделаете это, преднамеренное воздействие холода последовательно заключается в том, что тогда тебе станет более комфортно при низких температурах, вдали от преднамеренного воздействия холода. Так что, хотя раньше ты, возможно, был человеком, которому всегда холодно в комнате с кондиционером, или всегда искал свитер, всегда хотел укутаться, тебе будет более комфортно в этих холодных условиях. И причина этого хорошо обоснована этими исследованиями и исследованиями на животных, в результате которых преднамеренное воздействие холода преобразует один особый вид жировых клеток, белых жировых клеток, которые являются клетками с очень низким уровнем метаболической продукции. Это, по сути, место хранения энергии в жировых клетках организма для другого типа жировых клеток, а именно бежевых жировых клеток, называемых бежевыми, потому что на самом деле они бежевые или слегка коричневые под микроскопом, или даже для коричневых жировых клеток, которые очень темные под микроскопом и темные потому, что они содержат митохондрии и очень метаболически и термогенетически активны. Другими словами, белый жир сжигает не так уж много калорий. Это, по сути, место хранения. Это банковский счет для получения энергии. Он наполнен липидами, и эти липиды можно использовать, если организму нужна энергия и если у него дефицит калорий. Бежевый жир и коричневый жир действуют как своего рода печь или вид жира, который вы найдете в киндл топлива, которое может повысить температуру тела. Таким образом, бежевый жир и коричневый жир очень хорошо повышают наш метаболизм и помогают сжигать белый жир. Сейчас, конечно, это происходит только в контексте дефицита калорий, но на самом деле это может помочь создать этот дефицит калорий. Употребление большего количества бежевого жира и коричневого жира может увеличить ваш общий основной метаболизм, другими словами, количество калорий, которые вы сжигаете в день, и, следовательно, количество калорий, которое вам нужно либо для поддержания, либо для похудения. Простой перевод этого состоит в том, что пребывание в холодной воде в общей сложности 11 минут, возможно больше, но по крайней мере 11 минут в неделю, разделенных на два или четыре сеанса, может увеличить ваш основной метаболизм, частично за счет увеличения запасов бежевого и коричневого жира. И мы знаем, как это работает, по крайней мере на животных моделях, и теперь есть основания подозревать, что точно такие же механизмы действуют и у людей, основной способ, которым преднамеренное воздействие холода превращает белые жировые клетки. В эти более метаболически термогенетически активные, увеличивающие метаболизм бежевые и коричневые жировые клетки, заключается в том, что норпинифрин, высвобождаемый, когда мы попадаем на холод, связывается с рецепторами на поверхности белых жировых клеток и активирует ниже стоящие пути, такие как опадин. Так что это разобщающий белок, который действует на метахондриальный метаболизм клеток. И увеличивает метахондриальный выход этих клеток и метахондриальную плотность этих клеток. Другими словами, для выработки энергии требуется клетка, у которой есть своего рода слабый двигатель или вообще нет двигателя. Хотя в каждой клетке есть несколько метахондрий, для этого требуются клетки, у которых очень мало метахондрий и увеличивается размер двигателя. Это как бы разжигает ток у этих конкретных клеток и фактически может изменить экспрессию генов в этих клетках. Вот что действительно интересно. Преднамеренное воздействие холода вызывает повышение уровня норадреналии, который связывается с рецепторами на поверхности белых жировых клеток, что вызывает высвобождение таких веществ, как АКП-1. Это также вызывает высвобождение таких веществ, как Р-часть гамма и К-фактор ПК-1. Я отсылаю тебя к обзору, если ты хочешь узнать об этом больше. Для тех из вас, кто не хочет узнавать больше, все, что вам нужно знать, это то, что результатом всего этого является увеличение метахондрии и метаболизма, а также фактические генетические изменения в белых жировых клетках, которые превращают их в бежевые и коричневые жировые клетки. Это особенно важно для взрослых, потому что младенцы и маленькие дети на самом деле не обладают способностью дрожать, или у них менее устойчивая способность дрожать. Очень маленькие дети действительно не могут дрожать, поэтому у них много бурого жира, чтобы согреться. Маленькие дети со временем развивают способность дрожать и поддерживать эти запасы бурого жира, главным образом вокруг лучиц, сердца, верхней части позвоночника и в верхней части спины. И это не случайно, что дети часто могут бегать с минимумом одежды и чувствовать себя комфортно в условиях, в которых взрослым было бы холодно. С течением жизни мы склонны терять бежевый и коричневый жир, но этот механизм, о котором я говорю, указывает на пластичность белого жира. То есть, способность белого жира фактически преобразовывается. Его идентичность в этой метаболически-термогенетически улучшающей форме бежевого и коричневого жира. Так что преднамеренное воздействие холода, это потрясающий способ увеличить ваш основной метаболизм. И часто критики скажут, что увеличение метаболизма не так уж значительно, хотя я хочу еще раз подчеркнуть. Увеличение метаболизма на 93% и 350% по сравнению с предыдущим исследованием. Но критики тогда скажут, что на самом деле это не означает такого большого сжигания калорий во время преднамеренного воздействия холода. Но на это ты должен сказать, ах, но это ограничивает твою оптику лишь частью последствий преднамеренного воздействия холода. Потому что преднамеренное воздействие холода также может превратить белый жир в бежевый жир и коричневый жир и привести к более длительному увеличению метаболизма. Так что для любого из вас, кто заинтересован в том, чтобы увеличить свой метаболизм или чувствовать себя комфортно в холодных условиях, или чувствовать себя комфортно с точки зрения способности мысленно бороться со стрессом, преднамеренное воздействие холода я действительно считаю является мощным инструментом. И просто нет причин, по которым ты не мог бы и не должен использовать те же протоколы, которые я описал ранее, для повышения сопротивляемости организма и увеличения метаболизма. При условии, что ты достигнешь этого порога в 11 минут в неделю, ты должен стимулировать как повышение сопротивляемости организма, так и увеличение основного метаболизма. Как я упоминал ранее, большинство подробных исследований превращения белого жира в бежевый и коричневый жир с помощью холода, были проведены на животных моделях. Но начинают появляться данные о людях. И если ты хочешь глубоко погрузиться в эти механизмы, такие вещи как АКП-1, гамма-часть B и т.д., есть прекрасный обзор, недавно опубликованный в журнале Cell, который является одним из трех ведущих журналов Nature Science Cell. А название этой статьи – пластичность жировой ткани в условиях здоровья и болезней. Мне нравится этот обзор. В нем есть красивые диаграммы, подробно описывающие все пути от холода к нерадреналину, через АКП-1 ниже по течению таких вещей, как циклические. Если ни одно из этих названий вам ничего не говорит, не беспокойтесь об этом. Вам, конечно же, не нужно знать эти механизмы, чтобы извлечь выгоду из протоколов преднамеренного воздействия холода. Если эти имена действительно что-то значат для тебя, или ты заинтересован в изучении последующих эффектов преднамеренного воздействия холода. И еще кое-что действительно приятное, что описано в этой статье – это то, как преднамеренное воздействие холода взаимодействует с состояниями натощак и сытыми состояниями. Я думаю, ты тоже найдешь этот обзор очень интересным. Я не хочу сейчас слишком глубоко вдаваться в состояние голодания и сытости, достаточно сказать, что когда мы голодаем, то есть когда мы едим в течение некоторого периода времени, наши базовые уровни нарадреналины и адреналина уже повышены, и поэтому воздействие холода в такое время должно оказывать еще большее влияние на обмен веществ, сопротивляемость организма и так далее. Так что для вас, постящихся или тех, кто постится с перерывами, если вы действительно хотите пофантазировать, вы можете намеренно подвергаться воздействию холода во время поста. Я бы, конечно, ни в коем случае не рекомендовал делать это с очень полным желудком. И как я уже упоминал ранее в этом подкасте, прерывистое голодание – это всего лишь один из способов. И, конечно, есть и другие способы ограничить общее потребление калорий ради поддержания или потери веса, если это ваша цель. Я знаю, что многие люди используют прерывистое голодание и получают от него пользу, однако и поэтому его, безусловно, можно сочетать с преднамеренным воздействием холода, чтобы получить еще большее повышение уровня нарадреналина и адреналина. Так что для тех из вас, кто в первую очередь заинтересован в использовании преднамеренного воздействия холода для повышения уровня дофамина в вашем мозге и теле, вы также можете использовать комбинированный протокол, согласно которому вы принимаете кофеин за 60-120 минут до преднамеренного воздействия холода. Это основано на исследовании, о котором я уже говорил ранее, о заглавленном кофеин увеличивает доступность полосатых рецепторов дофамина D2, D3 в человеческом мозге. И как следует из названия, это исследование проводилось на людях, изучая плотности или эффективность этих дофаминовых рецепторов в области мозга, называемой полосатым телом, которые участвуют в планировании в действии, а также подавляет планирование в действии. Это очень тесно связано с тем, можем ли мы участвовать в поведении и воздерживаться от него, так называемые пути вперед и назад в мозгу. Дофамин играет решающую роль в этом и во многих других вещах, как ты теперь хорошо знаешь. Так почему же тебе нужно принимать кофеин за 60-120 минут до преднамеренного воздействия холода? Ну, как я говорил ранее, дофамин может довольно существенно увеличиться в ответ на преднамеренное воздействие холода, но сам по себе дофамин ничего не делает. Он должен связываться с рецепторами, и эта статья показывает совершенно определенно. При приеме внутрь кофеина в данном случае это была 300-миллиграммовая доза кофеина, что примерно соответствует дозе кофеина в двух или трех чашках кофе. Это зависит от крепости кофе, конечно, но это не запредельное количество кофеина. Это увеличивает плотность или эффективность этих рецепторов, что позволяет дофамину оказывать наибольшее действие. И для тех из вас, кто хочет по-настоящему пофантазировать, я полагаю, вы могли бы сделать это натощак, чтобы получить дальнейшее повышение уровня нарадреналина. Затем вы получите увеличение дофамина от воздействия холода, связывание дофамина. Хотя я действительно хочу отметить, что в какой-то момент ты начинаешь наслаивать вместе достаточное количество протоколов, чтобы потратить весь свой день на то, чтобы получить этот импульс дофамина. И я хотел бы надеяться, что у тебя будут другие виды деятельности, которыми ты будешь заниматься. Но если ты встаешь утром и голодаешь, потому что не ел всю ночь, и выпиваешь чашку кофе, а затем через 60 минут принимаешь холодный душ, или через 2 часа, ты погружаешься в холод или принимаешь холодный душ, ты бы объединил эти различные механизмы дофаминовых рецепторов, адреналина и так далее таким образом. Чтобы, по крайней мере, для меня это не казалось несовместимым с какой-то другой жизнью, такой как посещение школы и отношения, и так далее. И это повышение уровня дофамина, особенно в полосатом теле, не является привиальным. Я хочу отметить, как и авторы, что доклинические исследования показали, что увеличение полосатого дофамина, вызванное такими вещами, как модофинил, который используется для лечения СДВК и нарколепсии, необходима для их действий, способствующих пробуждению. Это действительно говорит о том, что просто повышенного уровня дофамина от наркотика, или от ледяной ванны, или от того, что у вас есть, недостаточно для получения эффекта дофамина. Вам действительно нужно, чтобы рецепторы были доступны, и тебе нужно, чтобы эти рецепторы были доступны в соответствующей плотности, и тебе нужно, чтобы эти рецепторы были доступны в соответствующей плотности, в частности, в полосатом теле. Поэтому я думаю, что есть ряд причин, по которым, если это совместимо с другими аспектами вашего здоровья, потому что, конечно, всегда нужно учитывать это на фоне сердечно-сосудистого здоровья и кровяного давления, и так далее. Употребление одной-двух чашек кофе за час до принятия ледяной ванны натощак также может быть весьма полезным для повышения уровня дофамина в течение довольно длительных периодов времени. Пара ключевых моментов, на которые тебе стоит обратить внимание, размышляя о преднамеренном воздействии холода и обмене веществ. В исследовании Сёберга они также изучили использование сауны и то, как использовать сауну, что означает преднамеренное нагревание в сочетании с холодом. Мы собираемся снять целый эпизод об использовании тепла для здоровья и работоспособности. Так что сейчас речь идет не об этом, однако это поднимает важный момент, который нам действительно нужно рассмотреть в данный момент, а именно пользуйтесь ли вы сауной. Принимаете ли вы теплый душ или просто намеренно подвергаетесь воздействию холода? В любом случае, стоит ли тебе попадать в жару после или да, или вообще не стоит? И здесь мы можем указать на так называемый принцип Сёберга, по крайней мере я называю его принципом Сёберга. Принципом Сёберга, названным в честь первого автора этого исследования, о котором я упоминал ранее, доктора Сюзанны Сёберг. В науке уместно взять ключевую часть данных и назвать ее принципом, если на самом деле это выливается во что-то большее, в что я верю. Как правило, людям не подобает называть принцип «честь себя», хотя есть несколько ученых, которые это сделали. Поэтому я назвал это принципом Сёберга, но я сделал это, чтобы отдать должное доктору Сюзанне Сёберг, которая открыла это и совершенно справедливо указала, что для достижения наибольшего увеличения метаболизма, намеренно подвергаясь воздействию холода, ты хочешь заставить себя самостоятельно разогреться после преднамеренного воздействия холода, а это значит, что тебе не захочется переходить из холодного душа в горячий или из холодного душа в сауну. Скорее, если бы ты собирался начать с горячего душа или ты собирался начать с сауны, то закончил бы холодом, а затем разогрелся бы естественным путем. Теперь я лично принимаю холодный душ несколько раз в неделю, или занимаюсь холодным погружением, и поскольку я специально не нацелен на увеличение метаболизма, хотя, наверное, должен быть, это не то, для чего я его сейчас использую. После этого я приму горячий душ, и при этом я сокращаю некоторые из дальнейших ускорений метаболизма, которых я достиг бы, если бы просто покончил с простудой. Итак, принцип Сёберга заключается в том, что если ты хочешь увеличить свой метаболизм, покончи с холодом, и мы можем сделать еще один шаг вперед, и сказать, что если ты хочешь использовать преднамеренное воздействие холода для увеличения метаболизма, ты должен убедиться, что достигнешь точки, когда будешь рожать. И причина этого в том, что существует ряд исследований, но в частности, одно исследование, опубликованное в журнале Nature, превосходном журнале в 2018 году, показывает, что преднамеренное воздействие холода вызывает дрожь. Из мышц происходит высвобождение молекулы, называемой субцинатом, из мышц. И этот субцинат играет ключевую роль в активации термогенеза бурого жира, о котором вы теперь слышали и понимаете как критическое значение для увеличения метаболизма, вызванного преднамеренным воздействием холода. Так вот, что это значит. Если ты хочешь увеличить свой метаболизм, покончи с холодом, это принцип Сёберга. И насколько это возможно, постарайся дойти до того момента, когда ты начинаешь дрожать либо во время воздействия холода, либо сразу после него. Теперь один из эффективных способов сделать это, это, например, залезть под холодный дужно минуту, две или три минуты, неприятно холодный, но в нем безопасно оставаться. Помни, что это наше общее эмпирическое правило. Тогда выключи воду и встань там, убедись, что ты не прижимаешься вплотную к своему телу, ты не обнимаешь себя, чтобы попытаться согреться, а скорее вытягиваешь конечности по бокам. А затем, если это не вызовет дрожь, снова включите холодную воду, а затем снова выключите ее, чередуя, возможно, от минуты до трех минут воздействия холода, за которым следует от минуты до трех минут высыхания на воздухе и возвращения к воздействию холода и так далее. Я могу сказать тебе это по опыту, это довольно жестокий протокол. Если ты никогда не пробовал залезть в ванну со льдом, погрузиться в холодную воду или принять душ на одну минуту, а затем выйти и попытаться постоять там с вытянутыми руками, в прохладном или холодном воздухе в течение одной минуты, а затем, возвращаясь в холодный душ или погружаясь в воду, тебя ждет незабываемый опыт, потому что даже для тех из вас, кто довольно устойчив к дрожи, ты обнаружишь, что гораздо-гораздо труднее вылезти из этой холодной воды и стоять там, вытянув руки, и высыхание за счет испарения, которое еще больше отводит тепло от тела, чем если завернуться в полотенце, залезть в теплый душ или сауну. Так что, конечно, нет необходимости заканчивать на холоде, конечно, нет необходимости вызывать дрожь. Но если ваша основная цель состоит в том, чтобы вызвать увеличение метаболизма как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе после воздействия холода, что же, тогда вам захочется покончить с холодом, и тебе захочется найти способ унять дрожь при условии, что уровень холода, которому ты подвергаешь себя, все еще безопасен для тебя в целом. Так что до сих пор я говорил о преднамеренном воздействии холода, как о мощном стимуле для высвобождения нарадреналина в мозге и теле, и это действительно так. Но то, как я описывал это, было в контексте. О циркулирующем уровне нарабинефрина в плазме крови, то есть о циркулирующем в крови. О чем я еще не упоминал, но это абсолютно верно, так это о том, что сами жировые клетки фактически получают информацию от нейронов. Так вот, есть нейроны, которые выделяют нарадреналин в ответ на холод, непосредственно в жир. Поэтому я хочу дать вам эту картину того, как работает архитектура всего этого, потому что я думаю, что это может помочь вам сориентироваться, и действительно построить лучшие протоколы преднамеренного воздействия холода. Твои надпочечники выделяют нарадреналин и адреналин. В твоем мозге есть участки, подобные локусу голубого глаза, которые выделяют нарадреналин и адреналин, но в твоей коже также есть нейроны, которые чувствуют холод, и другие нейроны, которые могут непосредственно выделять нарадреналин. В жировые запасы изостафите белые жировые клетки превратиться в бежевый и коричневый жир. И я думаю, что этот конкретный аспект нашей физиологии часто упускается из виду в исследовании. И когда люди говорят, ОНУ, увеличение метаболизма не так уж велико, циркулирующие уровни нарадреналина очень велики, но они очень приходящие и так далее. Это не позволяет понять, что нейроны, которые действительно чувствуют холод, могут напрямую общаться через другие нейроны. И когда люди говорят, ОНУ, увеличение метаболизма не так уж велико, циркулирующие уровни нарадреналина очень велики, но они очень приходящие и так далее. запустил огромный набор мгновенных и долгосрочных каскадов, даже изменений экспрессии генов. Итак, картина, которую я хотел бы, чтобы ты представил себе такова, когда ты попадаешь в холод, да, конечно, ты испытываешь это как переживание. Я не хочу этого делать, я собираюсь преодолеть это, я собираюсь перелезть через эти ментальные стены, которые представляют выброс адреналина в моем мозгу и теле, но также и то, что ваши жировые клетки получают сигналы. Нарадреналин подает сигналы, которые меняют эти жировые клетки и то, как они усваивают энергию. Теперь я хотел бы переключить наше внимание на использование преднамеренного воздействия холода ради физической работоспособности. И есть много мнений об использовании преднамеренного холода, следует ли это делать, например, до или после тренировки. Независимо от того, следует ли это делать сразу после силовой тренировки или тренировки с гипертрофией. Это означает тренировку, направленную на то, чтобы нарастить мышцы или сделать их сильнее, независимо от того, может ли она затормозить этот процесс или нет, и так далее и тому подобное. Я думаю, что сегодня, просматривая литературу и пытаясь предложить самые простые и понятные, но в то же время научно обоснованные протоколы, мы можем разработать некоторые общие рекомендации, которые позволят большинство. Если нет, то все вы должны по-прежнему извлекать пользу из преднамеренного воздействия холода на физическую работоспособность, не слишком нервничая по поводу точного времени. Но ради обсуждения и потому, что это важная тема во многих онлайн-сообществах, давайте просто начнем с самого главного, то есть с вопроса о том, делать ли ледяную ванну или нет. Или намеренное воздействие холода, или принятие холодного душа после тренировки по силовой гипертрофии. То есть тренировки, направленные на увеличение силы или, я должен сказать, размер мышц, каким-то образом закоротят или уменьшат этот процесс. Уменьшит это или нет этот прирост силы и гипертрофии, или устранит его. И короткий ответ, к которому я смог прийти на основе обзорной статьи, о которой я расскажу через мгновение, а также некоторых других исследований, заключается в том, что если ваша главная цель гипертрофии и сила, наверное, лучше избегать погружения в холодную воду и ледяную ванну в течение четырех часов сразу после этой тренировки силы или гипертрофии. Опять же, если ваша главная цель достичь гипертрофии или силы или какой-то комбинации этих факторов, вероятно, лучше избегать погружения в холодную воду по шее. Или погружение в ледяную ванну по шею сразу после тренировки силы и гипертрофии и примерно до четырех часов после этой тренировки. Если ты действительно невротичен по этому поводу, то, возможно, тебе захочется перенести пребывание в холодной воде на совершенно другой день. Но все зависит от того, насколько ты невротически привязан к получению каждой последней капли силы и гипертрофии. И если это твоя цель, потрясающе, что же тогда, вероятно, тебе придется отодвинуть воздействие холода на четыре часа или более от этой тренировки. Теперь ты заметишь, что я не говорил о холодном душе, и причина, по которой я не говорил о холодном душе, заключается в том, что просто не так много исследований преднамеренного воздействия холода через холодный душ, по причинам, о которых я говорил в начале эпизода. Мне трудно представить, что принятие красного холодного душа после силовой или гипертрофической тренировки полностью обратит вспять или закоротит эффект этой силовой и гипертрофической тренировки. Но опять же, если ты невротически привязан к тому, чтобы выжить из своих тренировок все до последней капли силы и гипертрофии, то во что бы то ни стало. Прояви осторожность и подожди 4 часа или больше. Принять холодный душ точно так же, как ты ждал бы 4 часа или больше, чтобы погрузиться в холодную воду. Теперь есть хорошие данные, указывающие на тот факт, что погружение в холодную воду после тяжелого бега, поэтому тренировка на выносливость, или даже спринтерские интервальные тренировки, или после тренировки с отягощениями, где ваше основное внимание уделяется выполнению этих движений, или после тренировки по отработке навыков, где твое основное внимание сосредоточено на выполнении этих движений. Нет никаких оснований думать, что погружение в холодную воду, ванна со льдом или холодной души будут препятствовать прогрессу или стимулу, который приведет к прогрессу, который произошел во время этой тренировки. Другими словами, я не вижу никаких причин, основанных на литературе, избегать преднамеренного воздействия холода сразу после тренировки, опять же, если только ваша цель не состоит в гипертрофии и силе. И на самом деле, недавно был опубликован очень хороший обзор о преднамеренном воздействии холода и о том, как это может повлиять на физическую работоспособность. Независимо от того, делается ли это да или после, различные виды тренировок и т.д. Статья озаглавлена влияние погружения в холодную воду по сравнению с пассивным восстановлением после одного раза интенсивных физических упражнений. На спортивные результаты у физически активных участников, систематический обзор с метаанализом и метарегрессией. Итак, это метаанализ 52 исследований, в которых рассматривалось огромное количество переменных и контекстов, как и следовало ожидать при метаанализе 52 исследований. Я собираюсь зачитать вам выводы исследования и предоставлю ссылку. У нас, конечно, нет времени, чтобы подробно изучить все детали исследования. Я выделю несколько конкретных результатов, которые я нашел особенно интересными, но здесь я перефразирую их выводы, что погружение в холодную воду, я хочу подчеркнуть погружение. Не холодный душ, а погружение в холодную воду. Говорят, это было эффективное средство восстановления после высокоинтенсивных упражнений. Они наблюдали положительные результаты, означающие улучшение определенных переменных, таких как мышечная сила, мышечная болезненность. Что означает уменьшение мышечной болезненности, увеличение мышечной силы, ощутимое восстановление после 24 часов упражнений. Однако были определенные формы упражнений, которым погружение в холодную воду не приносило пользы, такие как эксцентрические упражнения, упражнения, фокусирующиеся только на опускающем компоненте, или так называемом эксцентрическом компоненте упражнений с отягощением. Они видели некоторые очень хорошие взаимосвязи между начальной дозой и реакцией на такие вещи, как тренировка на выносливость. Что означает, что чем дольше воздействие холода после тренировки на выносливость, тем больше улучшаются показатели выносливости, снижается уровень циркулирующих креатинкиназ, и вещи, которые связаны с повреждением мышц при определенных условиях. В какой-то момент в будущем, кстати, мы сделаем целый эпизод, посвященный креатину и креатинкиназе, которые важны не только для мышечной функции, но и для работы мозга, но основной вывод заключался в том, что погружение в холодную воду, выполняемое после высокоинтенсивных упражнений, было полезным с разных точек зрения, и указывало на меньшую продолжительность, воздействие холода и более низкие температуры. Воздействие холодной водой может повысить эффективность, если использовать ее после высокоинтенсивных упражнений. Здесь я прямо отталкиваюсь от своих выводов. Это говорит о том, что речь идет не только о более длительных 30-45-минутного 3-минутных протоколах погружения в холодную воду, которые мы обсуждали ранее, но и о более короткой продолжительности 1-минутного, 3-минутного, 5-минутного воздействия более низких температур. Температуры, которые заставили бы тебя психологически захотеть выйти как можно скорее, но опять же, чтобы ты мог безопасно оставаться в постели после тренировки. Действительно, как было показано, улучшают результаты с точки зрения уменьшения болезненности и повышения эффективности тренировок, что означает вашу способность быстрее возвращаться к тренировкам, и тем самым доставлять больше тренировочных стимулов данной мышцы или в вашем протоколе тренировок на выносливость. Переведи на английский, это означает, что принятие холодного душа или ванны сойдом, или какой-либо другой формы погружения в холодную воду в течение ближайших минут или даже часов после тренировки, как было доказано, приносит пользу. Я уверен, что у многих из вас есть вопросы, например, как долго вы должны находиться на таком холодном воздухе. Это то же самое, что и 11-минутный порог, описанный ранее. Честно говоря, недостаточно исследований, чтобы действительно указать на критический порог для устранения или уменьшения мышечной боли с отсроченным началом, или для получения максимальных результатов от силовых тренировок и тренировок на выносливость. Но в этом исследовании действительно есть пара ключевых моментов, и здесь я просто перефразирую их. Например, погружение в холодную воду с большей вероятностью положительно повлияет на показатели мышечной силы, уменьшит болезненность мышц. Снизит уровень креатинкиназа в сыворотке крови и улучшит восприятие восстановления после высокоинтенсивных упражнений по сравнению с пассивным восстановлением. Это можно перевести так, воздействие холодной воды после тренировки полезно и вероятно лучше, чем пассивное восстановление. с ряда точек зрения. Кроме того, они говорят, что зависимость дозы реакции означает количество и степень холода, которому подвергались люди. И как часто они это делали в частности при погружении в холод при более низкой температуре. Значит, это были бы своего рода протоколы холодного погружения продолжительностью в одну минуту или две минуты, три минуты, может быть пять минут, но человек не мог бы оставаться там дольше, потому что это вызывает стресс и хочется выбрать. Возможно, более эффективно после высокоинтенсивных упражнений для удаления сывороточной креатинкеназы, а также то, что эти более короткие подходы к погружению в холодную воду, могут быть более эффективными после высокоинтенсивных тренировок на выносливость. Все это можно перевести так, что если только ваша главная цель не гипертрофия и сила, то воздействие холодом, в идеале холодное погружение и ванна с холодной водой со льдом. Но если у вас нет к этому доступа, тогда холодный душ, скорее всего, принесет пользу, если его принимать сразу после или в течение нескольких минут или часов после тренировки, особенно высокоинтенсивны. Одна особенно приятная вещь в этом метаанализе заключается в том, что он включал некоторые исследования, связанные с использованием охлаждающих пакетов. Опять же, жилеты, которые по сути могут содержать пакеты с льдом и даже камеры криотерапии и так далее. В кабинете есть хорошая таблица, если вы хотите получить действительно подробную информацию и посмотреть конкретно на эти исследования, я приглашаю вас сделать это. Мы поместим ссылку на это исследование в подписи к этому эпизоду, но в целом это исследование показывает, что преднамеренное воздействие холода может быть очень полезным для восстановления, вероятно, за счет уменьшения воспаления в мышцах и соединительной ткани. И хотя в этом исследовании не рассматривались конкретно механизмы уменьшения воспаления, вызванного преднамеренным воздействием холода, эти механизмы в некоторой степени известны. Есть ряд исследований, которые указывают на тот факт, что преднамеренная простуда и простуда в целом могут снизить уровень воспалительных цитокинов, таких как ИЛ-6, Интерлейкин-6. Это может увеличить уровень противовоспалительных цитокинов, таких как Интерлейкин-10 и так далее. Не вдаваясь во все эти подробности, я думаю, достаточно сказать, что если вы из тех, кто испытывает сильную боль в мышцах с отсроченным началом, примите холодный душ после тренировки, или погружение в холодную воду после тренировки, даже если это произойдет через несколько часов, должно помочь. И если ты занимаешься особенно интенсивными тренировками, то тебе, вероятно, захочется увеличить количество сеансов холодного воздействия, которые ты проводишь, даже если они должны проводиться в отдельные дни от твоей тренировки. Потому что многие воспалительные эффекты тренировок, тренировок на выносливости, силовые тренировки на самом деле происходят за несколько часов до тренировочного стимула. Так что дело не только в том, что воспаление радикально усиливается во время тренировки, что часто бывает, но и в том, что оно может возникать даже через несколько дней и даже недель после нее, в зависимости от того, насколько интенсивной и продолжительной является тренировка. Таким образом, преднамеренное воздействие холодом очень мощное противовоспалительное средство. Теперь я хотел бы подчеркнуть тему, которую мы затронули в начале эпизода, а именно те голые поверхности кожи, руки, верхняя часть лица и подошвы ног, через которые тепло особенно хорошо покидает тело. И еще один способ выразить это так, можно гораздо эффективнее охлаждать тело через голые поверхности кожи. Теперь, если ты хочешь понять всю науку, лежащую в основе этого, и все различные приложения, я приглашаю тебя, пожалуйста, прослушать эпизод, который я снова сделал с доктором Крейгом Кюллером на биологическом факультете в Стэнфорде. Ради этого эпизода я просто подробно опишу пару результатов, полученных в его лаборатории. Первая из них касается гипертермии, вызванной физической нагрузкой, потому что я думаю, что это очень интересно и может даже спасти жизни, если вы поймете, как это работает. Есть особая статья, которая посвящена этому, и мы также поместим ссылку на это. Название этой статьи, новое применение химических холодных компрессов для лечения гипертермии, вызванной физической нагрузкой, рандомизированное контрольное исследование. Это довольно жестокое исследование, жестокое по отношению к испытуемому. В этом исследовании испытуемые ходили по беговой дорожке с довольно значительным уклоном и где-то от 9 до 17%. Носили значительное количество одежды, которое плохо проветривалось, а в помещении поддерживалась температура 40 градусов по Цельсию, что составляет 104 градуса по Фаренгейту. Это определенно не то, чем можно заниматься дома. Это исследование было разработано для того, чтобы вызвать гипертермию, которая, как я уже упоминал ранее, может быть довольно опасной. И они сравнили два типа охлаждения. При первой форме охлаждения, которую они называют традиционным охлаждением, у них были пакеты со льдом на шее, в подмышках и в паху. А в другой группе было так называемое охлаждение голой кожи. Таким образом, ладони подошвы ног, которые на самом деле были такими, охлаждались внутри ботинок или внутри перчаток и на верхней части лица. И основной вывод этого исследования заключается в том, что, охлаждая голую кожу, испытуемые могли выдерживать ходьбу по этим наклонным беговым дорожкам гораздо дольше, чем люди, получавшие традиционное охлаждение. А также возвращение к исходной температуре произошло намного быстрее в группе с охлаждением голой кожи. Так вот, как это переводится в реальный мир, так это то, что если когда-нибудь у тебя гипертермия или у кого-то другого гипертермия, один из способов быстро охладить их, это охладить эти голые ступни палмера, голые подошвы ног. И верхнюю часть лица, и голые участки тела, используя прохладные тряпки, используя пакеты со льдом, или используя любое количество различных холодных предметов или температур. Одна ключевая вещь, если вы собираетесь использовать охлаждение голой кожи, заключается в том, что все, что вы используете для охлаждения этих поверхностей, не может быть настолько холодным, чтобы вызвать сужение сосудов. Потому что, как я упоминал ранее, артерии венозной анастомозы соединяют эти порталы артерий непосредственно с венами, которые существуют только на этих голых поверхностях кожи. Таким образом, что они способны охлаждать тело и по сути пропускать прохладу в тело. Хотя на самом деле это не то, что они делают, на самом деле они извлекают тепло из тела. Если быть точным, они извлекают тепло из тела, единственный способ, которым они могут это сделать, это если эти вены не разрушатся, а вены разрушатся. Если их сделать очень, очень холодными. Так что, если ты хочешь использовать охлаждение голой кожи, чтобы компенсировать гипертермию или для других форм работы, о которых мы сейчас поговорим, тебе нужно использовать прохладный предмет или поверхность, которые не настолько холодны, чтобы вызвать сужение сосудов. И это может быть немного сложно дозвониться, а это значит, что идентифицировать такой объект может быть непросто. И по этой причине доктор Хеллер и некоторые его коллеги разработали коммерческий продукт под названием CoolMid. Ты действительно можешь зайти на их веб-сайт CoolMid.com, у меня нет к ним никаких финансовых или иных отношений. Я знаю, что они разрабатывают эту технологию в течение некоторого периода времени. Это включает в себя перчатку, в которую ты кладешь руку, в ней циркулирует вода заданной температуры, и она делает это. И делает это при температуре, которая обязательно не вызовет сужение сосудов ладони. И ты, возможно, спросишь, как ты можешь просто надеть руку в одну перчатку и заставить это работать, вот насколько сильны эти голые поверхности кожи. Даже при простом охлаждении одной ладони температура тело радикально падает. Теперь это их коммерческая технология. Я знаю, что некоторые люди начали экспериментировать с домашней версией этого, которая состояла бы в том, чтобы взять упаковку, например, замороженной черники, или какого-нибудь другого холодного напитка, или холодный металлический предмет, и на самом деле принести его в спортзал или на пробежку. Есть даже люди, которые сейчас разрабатывают охлаждаемые ручки велосипеда Сайд для длительных поездок. Это может показаться тебе немного странным или сумасшедшим, но как ты скоро услышишь в исследовании, которое я собираюсь описать, увеличение выносливости и объема силовых тренировок, которые люди могут проводить, если они должным образом хладнокровны. Их тело через эти голые кожные порталы на самом деле довольно значимы. Опять же, что касается гипертермии, если кто-то перегревается, во что бы то ни стало, попытайтесь избавить его от этой жары, заставьте его прекратить физические упражнения. Вы можете умереть от гипертермии, попробуйте охладить подошвы ног, ладони и верхнюю часть лица. Это не значит, что было бы плохой идеей вылететь им на макушку холодную воду. Это, вероятно, тоже помогло бы и, возможно, на шею, что, вероятно, не будет хорошей идеей, так это сделать более стандартную вещь, завернуть кого-то в холодные полотенца на поверхности тела. Потому что, как я уже упоминал в начале эпизода, этот термостат в гипоталамусе. Медиальная приоптическая область, как правило, реагирует на это дальнейшим повышением температуры тела. Влияние охлаждения голой кожи на физическую работоспособность поистине замечательное при условии, что охлаждение голой кожи выполняется правильно. И я хочу отметить, что основная степень эффекта зависит от объема или способности выполнять больше работы. И я хочу обратить на это внимание, потому что я думаю, что многие люди, конечно, в научном сообществе по физическим упражнениям. Но даже среди широкой общественности, когда они слышат о некоторых из этих эффектов, которые измеряются в лаборатории, они как бы немного смотрят на эти эффекты сканирования и думают, что это невозможно. Например, эффекты, которые были задокументированы, показывающие удвоение или утроение количества падений, которые можно сделать за относительно короткий промежуток времени. Или удвоение количества подтягиваний, которые можно сделать. Или увеличение силы на 14%, или даже сопоставимые степени увеличения отдачи от силовых тренировок. По сравнению с людьми, которые принимают препараты, повышающие производительность, и так далее, и так далее. Часть путаницы заключается в том, что эффект правильного охлаждения по палмеру, потому что это почти всегда делается с помощью охлаждения по палмеру и реже в этих экспериментах. За счет охлаждения подошв ног и верхней части лица, но эти эффекты, как правило, заключаются в способности выполнять больше работы с течением времени. И просто для иллюстрации некоторых основных эффектов, которые наблюдаются в лаборатории Хюлера. И это документ, внесенный в эту рукопись, которым я сейчас поделюсь с тобой. Типичный протокол состоит в том, чтобы люди приходили и выполняли некоторые тренировки на выносливость, например, бегали на беговой дорожке. И у них было состояние, когда одна группа фактически выполняла охлаждение палмера, пока они катались на велосипеде или на беговой дорожке. И неизбежным результатом было то, что они могли выполнять больше работы. Они могут крутить педали дальше с заданной скоростью, или они могут бежать дольше с заданной скоростью, чем люди, которые не используют охлаждение палмера. или которые получают охлаждение с помощью холодного компресса на заднюю часть шеи или пакета со льдом к подмышкам и так далее. Таким образом, эффект охлаждения Палмера очень очевиден и очень надежен. И в контексте упражнений на выносливость почти всегда позволяет людям выполнять больше работы, идти дольше с меньшими воспринимаемыми усилиями и, так сказать, бросить курить позже. С точки зрения силовых тренировок, они смотрели на способность выполнять наборы провалов. Итак, один из наиболее известных примеров этого, которым доктор Хеллер делится в эпизоде, который мы снимали ранее, и который вы можете найти по адресу хабберманлаб.ком, включает в себя то, что кто-то приходит и делает наборы провалов, может быть 40 провалов. Этот человек на самом деле мог сделать 40 провалов в своем первом сете, затем отдохнуть в течение 2-3 минут, а затем сделать 35, а затем отдохнуть в течение 2 или 3 минут, а затем делать постепенно все меньше и меньше и меньше, до такой степени, что в течение определенного периода времени они суммируют общее количество погружений, которые они могут сделать, а затем заставляют их вернуться после периода восстановления, так что не сразу после этого, а через пару дней, вернуться и эффективно выполнить тот же протокол. Но во время периодов отдыха они проводят двухминутное охлаждение по палмеру, которое по сути позволяет теплу выходить из тела, другими словами, понижая основную температуру тела, и что они обнаружили так это то, что они видят огромное увеличение общего количества падений, которые люди могут сделать. Но это не значит, что человек переходит от способности делать 40 падений, способности делать 50 или 60 падений в этом первом сете. Это означает, что они могут сделать 40 в первом подходе, затем 40 во втором, затем 38 в третьем и так далее, и так далее. Так что общая продолжительность тренировки увеличивается, и все же они выполняют гораздо больше работы, хотя это занимает больше времени. Так что это важный момент, и я думаю, что этот момент, возможно, не был так ясен или так четко сформулирован, но и в предыдущих эпизодах, в которых обсуждалась эта тема. Для тех из вас, кто заинтересован в изучении охлаждения Палмера, прежде всего, я рекомендую кратко взглянуть, или даже глубоко погрузиться в это исследование, которое озаглавлено объем работы, и реакция силовых тренировок на резистивные упражнения улучшаются при периодическом отводе тепла от ладони. В этом исследовании они описывают значительное увеличение анаэробных, то есть силовых тренировок, таких вещей, как улучшение приседаний, улучшение жима лежа, улучшение подтягиваний и так далее у людей. И это действительно хорошее исследование, в котором указаны некоторые протоколы, которые вы могли бы адаптировать в своей собственной настройке. Например, за шесть недель тренировок по потягиванию охлаждение ладоней в перерывах между подходами увеличило объем на 144%, и это было у опытных испытуемых. Это интересно, потому что многие исследования силовых тренировок и улучшение гипертрофии и силы проводятся у неопытных нетренированных спортсменов, что несколько меняет картину по сравнению с опытными спортсменами. Они обнаружили, что сила, то есть максимум одно повторение, увеличилась на 22% за 10 недель тренировок по жиму лежа. И они указывают на особенно сильный эффект использования охлаждения палмера, когда люди достигают плато в тренировках на выносливости силу. И вот тут, я думаю, это важный момент. Я думаю, что если ты собираешься исследовать охлаждение палмера, это, вероятно, не то, что ты собираешься делать в каждой пробежке, в каждом цикле езды на велосипеде или в каждой силовой тренировке. Но это можно использовать для того, чтобы значительно увеличить ваш объем или значительно увеличить вашу выносливость в ходе данного сеанса или набора сеансов, чтобы преодолеть плато. Особенно интересный момент в свете этого заключается в том, что доктор Хеллер снова и снова наблюдал, что охлаждение палмера уменьшает мышечную боль с отсроченным началом или может полностью устранить ее. И это очень интересно, потому что это также указывает на тот факт, что снижение основной температуры тела может каким-то образом быть связано с коротким замыканием нормальных механизмов отсроченной мышечной боли. А ты мог бы сказать, как температура может быть связана с отсроченной болезненностью мышц. Что же, я хочу вернуть тебе к метанализу, о котором мы говорили ранее, где кратковременное воздействие очень низкой температуры после тренировки действительно уменьшило болезненность мышц с отсроченным началом, частично за счет снижения, извините меня, креатинкина. Так что нет ничего невероятного в том, что температуры и отсроченная боль в мышцах связаны между собой. И это поднимает, пожалуй, самый важный момент, который заключается в том, что охлаждение палмера может улучшить производительность за счет снижения основной температуры тела. И это потому, что когда человек занимается физическими упражнениями, при любой мышечной нагрузке, силовых упражнениях или упражнениях на выносливый диапазон температур, при которых может работать мышца, на самом деле очень низкой. Есть фермент, называемый переводкиназой, который имеет решающее значение для мышечных сокращений, а переводкиназа может функционировать только в очень узком диапазоне температуры. Если эта температура становится слишком высокой, то есть если мышца нагревается локально, будь то бег, езда на велосипеде, плавание или тяжелая атлетика, способность этой мышцы продолжать сокращаться снижается и в конечном итоге полностью замыкается. И я думаю, что это очень малоизученный или по крайней мере сильно недооцененный аспект так называемой мышечной недостаточности или неспособности человека продолжать терпеть в беге. Так, например, когда ты бегаешь по сравнению с жимом лежа или чем-то в этом роде, ты не прекращаешь бег, потому что на самом деле ты не можешь сокращать мышцы дальше. Но каким-то образом сигналы о разогреве мышечной ткани передаются в мозг. Там есть перекрестные помехи, они вероятно двунаправленные, и люди останавливаются, они увольняются. Это рефлекс отказа от курения. При силовых тренировках человек больше не может выполнять повторение или набор повторений частично из-за локального разогрева мышц. Конечно, есть и другие механизмы, и я это понимаю, но что очень ясно из работы палмера по охлаждению, так это то, что просто держась за холодный предмет, помните, что предмет не настолько холодный, чтобы он сжимал сосуды ладони, или сужает сосуды на подошвах ног, но держась за относительно прохладный предмет одной или обеими руками, в перерывах между подходами в течение двух минут или около того, вы можете очень эффективно снизить температуру своего основного тела и при этом снизить температуру мышц, которые выполняют упражнения. Мальчик, работай. Увеличь способность перуваткиназы продолжать позволять своим мышцам сокращаться, и тем самым позволять тебе выполнять больший объем тренировок на выносливости силу. Поэтому простой протокол, который передал мне доктор Хеллер, это найти относительно крутой предмет. Чтобы ты мог, например, наполнить две бутылки холодной водой, может быть, положить туда несколько кубиков льда. Это не точно, потому что мы говорим здесь не о коммерческом продукте куллот, мы говорим о домашней версии, или используем упаковку замороженной черники или брокколи, как он описал, а затем в перерывах между подходами опускать руки, а в идеале ступни ног, но это не всегда возможно в большинстве спортзалов, где тебе не разрешают снимать обувь и так далее, но положить ладони на эту прохладную поверхность на минуту или две между подходами, а затем вернуться к своей работе. Теперь, если вы нагреваетесь с помощью других механизмов, например, вы носите шапочку для чулок, и вы находитесь в очень теплой среде, это может иметь не такой мощный эффект, как если бы вы проводили это охлаждение в более умеренной среде, носили более легкую одежду и так далее. Так что во что бы то ни стало разогрейся, чтобы выполнить упражнения, смажь свои суставы и окажись в таком месте, где ты не повредишь себе, выполняя какие бы упражнения ты ни делал. Но тогда, если ты захочешь изучить охлаждение Палмера, я знаю нескольких людей, которые писали мне, что слышали о охлаждении Палмера в эпизоде с доктором Хиллером, они уже пробовали это и видят отличный результат. Это действительно требует определенной дисциплины. Одно дело просто болтаться в спортзале и играть на телефоне в перерывах между подходами. Совсем другое, намеренно охлаждать ладони, нижнюю часть ступней или верхнюю часть лица. У тебя может быть несколько странный вид, но, конечно, ты будешь тем, кто будет делать значительно больший объем, не испытывая боли в мышцах с отсроченным началом, и добьешься лучшего прироста выносливости и силы, если будешь делать это правильно. Теперь, в качестве заключительной темы, связанной с использованием преднамеренного воздействия холода для улучшения здоровья и работоспособности, я хотел бы затронуть эту тему, которая существует в интернете, в социальных сетях, на YouTube и в различных фитнес-сообществах, об использовании преднамеренного воздействия холодом на пах, в частности на яички, для того, чтобы попытаться повысить уровень тестостерона, и хотя это может показаться действительно странным, такая практика действительно существует. Действительно, если бы ты зашел на Amazon, то там действительно есть нижнее белье со льдом, которое продается для повышения уровня тестостерона. Мне неизвестно о каких-либо конкретных хорошо контролируемых исследованиях, которые показывают, что это действительно работает. Я могу себе представить, основываясь на том, что я знаю в нервной системе, тестостероне и холоде, и так далее, что существует несколько механизмов, с помощью которых человек может испытывать повышение уровня тестостерона в результате преднамеренного воздействия холода. Во-первых, позволь мне сказать, что нет никаких причин, по которым тебе пришлось бы прикладывать эти пакеты со льдом так, как я только что описал. Можно, конечно, принять холодный душ. Можно, конечно, использовать различные виды холодного погружения, и ты все равно получишь такое воздействие холода на пах и яички. Теперь я должен отметить, что люди сообщают, по крайней мере, об анекдотическом повышении уровня тестостерона в результате этой практики. И я должен представить, что они измеряют уровень тестостерона в сыворотке крови, что они не просто предполагают, что их тестостерон повысился. Если вы знаете об исследовании, посвященном непосредственно этому вопросу, пожалуйста, дайте мне знать, напишите в разделе комментариев на YouTube, или даже просто напишите мне по электронной почте. У нас есть электронное письмо, по которому вы можете его найти, хабарманлаб.ком. Пожалуйста, пришлите мне по электронной почте рекомендацию. Я не смог найти ссылку, но я могу представить себе два достаточно правдоподобных механизма, с помощью которых преднамеренное воздействие холода на пах, в частности, на яичке, повысит уровень тестостерона. Первое несколько прямолинейно, а именно, каждый раз, когда вы охлаждаете поверхность тела, если она достаточно холодная, у вас будет сужение сосудов. А затем, впоследствии, ты получишь резкое увеличение расширения сосудов, что означает, что ты сузишь кровеносные сосуды в этой области. А затем, после того, как холод будет снят, в эту область будет больше притока крови. И, конечно же, приток крови связан со здоровьем органов и тканей в целом. Так что перфузия этой области и, в частности, половых желез дополнительной кровью, вы могли бы представить, что в некотором роде повышается уровень тестостерона. Это достаточно правдоподобно. Другой, вероятно, более вероятный механизм связан с повышением уровня дофамина, вызванным воздействием холода, о котором мы говорили ранее. Опять же, в любое время, когда у тебя есть несколько стрессовых стимул, но в частности при воздействии холода, кажется, что катехоламин, энерадреналин, адреналин и дофамин повышаются, а дофамин, как известно, участвует в пути, который может стимулировать тестостерон. И поэтому, хотя нет прямой связи между дофамином, стимулирующим тестостерон, существует интересный путь, посредством которого повышение уровня дофамина может вызвать повышение уровня таких веществ, как лютинизирующий гормон, который может вызвать повышение уровня тестостерона, а также эстрогена, если уж на то пошло. Так что я знаю, что есть много людей, которые заинтересованы в использовании воздействия холода для повышения уровня тестостерона, и некоторые из этих людей в сообществах действительно используют воздействие холодом непосредственно на гонады, на испытуемых, чтобы сделать это. Я не уверен, что этот прямой контакт необходим, и в некоторых случаях это действительно может быть довольно опасно, или ты, по крайней мере, должен быть осторожен с точки зрения тканей там и избегать повреждения. Но тем не менее я думаю, что влияние дофамина на тестостерон очень вероятно, учитывая увеличение уровня дофамина на 250%, которое наблюдалось при погружении в холодную воду, и все это указывает на тот факт, что погружение в холодную воду. Очень вероятно, что это повышает уровень тестостерона, но как следствие погружение в холодную воду влияет на дофамин и лютеинизирующий гормон, и опять же нет никаких оснований думать, что повышение уровня лютеинизирующего гормона также приведет к повышению уровня эстрогена, вероятно, не до опасных или таких уровней, которых хотелось бы избежать. Но я не думаю, что в холоде есть что-то особенно специфическое для индуцирования тестостерона, а не других гормонов. Я думаю, что это очень вероятно увеличивает количество различных гормонов. Я очень надеюсь, что в недалеком будущем будет проведено систематическое исследование по этому вопросу. Я также надеюсь не стать объектом эксперимента по охлаждению половых жамс. Я обещаю тебе, что последняя тема была последней темой, но есть еще один действительно важный момент, о котором я думаю все должны знать, если вы собираетесь использовать преднамеренное воздействие холода. И это возвращает нас к самому первому, что мы обсуждали сегодня, в соответствии с намеренным воздействием холода, которое заключается в том, что ваша исходная температура будет самой низкой примерно за два часа до того, как вы проснетесь. Она будет увеличиваться утром и по мере того, как ты просыпаешься, и увеличиваться в течение дня и днем, а затем начнет падать вечером и снижаться ночью, когда ты ложишься спать. Я также хочу, чтобы ты помнил, что если ты хочешь охладить внешнюю часть своего тела, в частности туловище, то конечным результатом этого будет повышение температуры тела. Так что для многих людей, не для всех, но для многих людей, если вы собираетесь намеренно подвергаться воздействию холода, вы повысите основную температуру своего тела. И это имеет смысл, если вы подумаете о том, как преднамеренное воздействие холода может увеличить метаболизм за счет увеличения термогенеза. Все это означает, что если вы намеренно подвергаетесь воздействию холода в начале дня, то получите еще большее повышение основной температуры тела, которое будет связано с бодрствованием. Твоя способность быть бдительным в то утро или в течение дня и так далее. Это также означает, что если вы намеренно подвергаетесь воздействию холода очень поздно вечером или ночью, то есть в 6 часов ровно вечера, в 7 часов ровно вечера, в 9 часов ровно вечера и так далее, вы повысите свою основную температуру тела, и если вы вспомните, снижение основной температуры тела на 1-3 градуса не просто полезно, но и необходимо для того, чтобы погрузиться в глубокий сон и оставаться в нем. Таким образом, вывод из этого заключается в том, что преднамеренное воздействие холода, сделанное правильно, повысит основную температуру вашего тела и заставит вас чувствовать себя более бодрым. Так что если вы делаете это в начале дня, это наверное здорово, учитывая, что большинство из нас хотят быть бодрыми в течение дня. Однако если ты сделаешь это слишком поздно днем, вечером или ночью, это может нарушить сон, нарушив основную температуру твоего тела. Теперь предостережение в том, что я сам склонен намеренно подвергаться воздействию холода в начале дня. Может быть не с утра, а в середине утра, в некоторых случаях может быть до 3 или 4 часов дня. В более длинные летние дни я мог бы сделать это даже позже, в 5 или в 6 часов ровно вечера, и у меня не было бы проблем со сном. Я намеренно подвергался воздействию холода очень поздно ночью, в 10 часов ровно вечера, в 11 часов ровно вечера и так далее. В рамках 30-дневной задачи по преднамеренному воздействию холода каждый день, в течение 30 дней, и я неаккуратно выбрал время. А затем, чтобы не пропустить ни одного дня, я бы сделал это в 11 часов вечера. и я должен сказать, что обнаружил, что все еще могу очень легко засыпать, даже если намеренно подвергаюсь воздействию холода очень поздно ночью. Однако в те особые дни я был особенно занят, и поэтому я был особенно измотан, когда пришел к преднамеренному воздействию холода. И у меня не было проблем с засыпанием после преднамеренного воздействия холода, а затем принятие приятного теплого душа и затем засыпание. Но я мог себе представить, что из-за повышения основной температуры тела, вызванного преднамеренным воздействием холода, если сделать это слишком поздно днем, вечером или ночью, это действительно может нарушить ваш сон. Поэтому я бы рекомендовал большинству людей намеренно подвергаться воздействию холода только в том случае, если вы готовы быть достаточно бдительными в течение следующих 1-4, или, может быть, 6 часов после этого преднамеренного воздействия холодом. Итак, для сегодняшнего эпизода, как и в случае с большинством эпизодов подкаста лаборатории Губермана, я рассмотрел много материалов. Мы говорили о механизмах катехоламинов, стрессе и пульсирующем выбросе адреналина, обмене веществ, психических эффектов, работоспособности, охлаждении голой кожи и так далее, и так далее. И хотя цель, конечно, состоит в том, чтобы убедиться, что каждый приходит к конкретным, очень четким механистическим и действенным протоколам. Я понимаю, что это огромный объем информации, и по этой причине я создал список протоколов преднамеренного воздействия холодом, направленных на повышение умственной выносливости и жизнестойкости, настроения, работоспособности, обмена веществ, уменьшение воспаления и так далее, и так далее. Все это было сведено в краткую форму и может быть найдено в информационном бюллетене нейронной сети лаборатории Губермана. Это ежемесячный или полугодовой информационный бюллетень, который мы выпускаем, и который включает в себя выдержки из подкаста и протоколов. Вы можете получить доступ к ним как к протоколам с нулевой стоимостью, просто перейдя на хабарманлаб.ком, подписавшись на рассылку новостей нейронной сети. Это очень легко сделать, вы просто указываете свой адрес электронной почты, и вы получите рассылку новостей. Мы не делимся вашей электронной почтой ни с кем другим. На самом деле у нас есть наша политика конфиденциальности, изложенная на хабарманлаб.ком веб-сайт, чтобы вы могли найти это там. И протоколы, которые я разработал, должны упростить создание набора протоколов. Это можно использовать с холодным душем, с холодным погружением, со льдом или без него, в сочетании с физическими упражнениями, специально для достижения той или иной цели. Или для достижения нескольких целей одновременно. Если ты учишься на этом подкасте или наслаждаешься им, пожалуйста, подпишитесь на наш канал YouTube. Это потрясающий способ поддержать нас с нулевыми затратами. Кроме того, пожалуйста, подпишитесь на подкаст на Spotify или Apple, а на Apple у вас есть возможность оставить нам пятизвездочный отзыв. Теперь вы также можете оставлять отзывы на Spotify, так что мы были бы признательны, если бы вы это сделали. Если у тебя есть предложение для будущих гостей или темы, которые ты хотел бы, чтобы мы осветили, или отзывы в целом для подкаста Huboman Lab, пожалуйста, размести это в разделе комментариев на YouTube. Пожалуйста, также ознакомьтесь со спонсорами, упомянутыми в начале сегодняшнего эпизода, это лучший способ поддержать этот подкаст. Кроме того, у нас есть Patreon, это patreon.com.andrewhaberman. И там ты можешь поддерживать подкаст на любом уровне, который тебе нравится. Во многих предыдущих эпизодах подкаста Huboman Lab мы говорили о добавках. Хотя добавки необходимы не всем, многие люди получают от них огромную пользу для таких вещей, как сон, сосредоточенность и другие аспекты здоровья и работоспособности. Одна из проблем индустрии пищевых добавок, которая очень серьезна, однако, заключается в том, что эти компании, производящие добавки, просто не используют высококачественные ингредиенты или количество ингредиентов, которые они перечисляют на упаковке, не соответствует тому, что на самом деле содержится в их продукте. По этой причине мы сотрудничаем с TORN, THORN, потому что добавки TORN, как известно, состоят из ингредиентов самого высокого качества и обладают высочайшей степенью специфичности, с точки зрения количества ингредиентов, перечисленных на упаковке, точно соответствует тому, что содержится в их продуктах. Если ты хочешь посмотреть продукты TORN, которые я беру, ты можешь пойти в TORN, это torn.com.u.huboman, а там ты можешь увидеть продукты TORN, которые я беру и получаю скидку 20% на любой из этих продуктов. Кроме того, если ты пройдешь глубже на сайт TORN, через этот портал TORN, torn.com.u.huboman, вы также можете получить скидку 20% на любые другие продукты, которые производит TORN. Если ты еще не подписан на лабораторию Губермана в Instagram и Twitter, пожалуйста, сделай это. Там я освещаю науку и связанные с наукой инструменты, которые иногда пересекаются с содержанием подкаста, но часто отличаются от информации, освещаемой в этом подкасте. Так что еще раз спасибо тебе за то, что присоединился ко мне в дискуссии об использовании преднамеренного воздействия холода для здоровья и работоспособности. И последнее, но, конечно, не менее важное, спасибо тебе за твой интерес к науке. Субтитры делал DimaTorzok You don't have to be absolutely rigid and neurotic about this, but you don't want it sliding around on the weekend so that it's starting two hours later and ending two hours later, a couple days a week. Because then you start to offset many of the positive health effects that have been demonstrated for time restricted feeding. Remember, if you eat your food within a certain feeding window, but that feeding window shifts by a couple hours, it is effectively like jet lagging your system. It is effectively like traveling a couple time zones over, eating there for a few days and coming back when, in fact, you're not traveling. And that's because of the way that food adjusts the circadian clock genes. Now, you can offset some of that through the use of light. And I've talked extensively about how to use light in previous podcasts. But again, early morning and all day, bright light exposure as safely as you can, ideally from sunlight, not through a window, etc. Avoiding bright light in the middle of the night, extremely important for mood offsetting, metabolic dysfunction, etc. Not incidentally, Satchin's early work was he was one of the three co-discoverers of the cells in the eye, the so-called melanopsin cells that set the central circadian clock. So he was a pioneer in that field, which led him to be a pioneer in this field and so on. When should that eight hour window be placed within each 24 hour cycle? Well, let's talk about ideal, ideal. If you really want to maximize all the health benefits of time restricted feeding, you need to extend the fast around sleep on both sides. You would place it smack dab in the middle of the day. It would be a schedule in which you started eating, for instance, at 10 a.m. And you stopped eating at 6 p.m. An absolutely dreadful schedule for anyone that wants to have some semblance of a normal life. In my opinion, it's not really compatible with most schedules, although some people might be able to do it. Maybe you and your family or your friends, you're, you know, you're eating a late breakfast or and then you're having a latest lunch around 2 p.m. And then you have dinner at 6. And then assuming that you go to bed around 930 or 10 p.m., that is going to extract the maximum amount of weight related, body fat related, metabolic factor related aspects of time restricted feeding. Some people tend to fall into a category where they do best placing that feeding window later in the day and provided it doesn't run too close to your sleep. Remember, you need a two or three hour buffer before your sleep where you're not ingesting anything. That's in order to extract the benefits of time restricted feeding. Well, then, starting your feeding window at 12 p.m. and ending it at 8 p.m. plus or minus half an hour or so day to day seems like a perfectly reasonable schedule for some people starting at 2 p.m. and ending at 10 p.m. will be that schedule. Of course, you have to take into consideration when you exercise, if you exercise. For instance, I like to exercise early in the day if I run or if I do some moderate or light intensity exercise, regardless of what type of exercise it is, I have no trouble waiting until my feeding window kicks in around noon or even 2 p.m. But if I do high intensity weight training, for instance, early in the day or if I run sprints and I do that at 7 a.m. or 8 a.m., by 11 a.m. I am very, very hungry and it's hard for me to do other things, concentrate, et cetera. Now, I'm not neurotic about my feeding window. As I mentioned before, I kind of let it expand and contract a bit around the 8-hour mark and feel perfectly free to do that, too. We're talking here in ideals, not in necessarily practicals. But other people find that they're very hungry when they wake up early in the day. If you're one of these people or you're somebody who really is trying to emphasize hypertrophy or maintenance of muscle, then it does seem that ingesting protein early in the day is beneficial, that it can be more readily converted into muscle tissue. And this has been demonstrated in at least one study. There's another study underway that's exploring this further. For people that are really, really interested in hypertrophy and building muscle, well, then time-restricted feeding is usually not the way they go. I mean, let's be honest. There are many people out there who are eating four or more meals per day, and they're doing that from 7 a.m. until 8 p.m. I realize that not everybody is overweight. There is an obesity crisis. Indeed, you know, the percentage of obesity and non-alcoholic fatty liver disease is just cosmic through the roof, at least in this country and in other countries as well, this country, me and the U.S., but other countries as well. But there are, of course, people that are trying to gain weight or who don't want to lose weight or who are trying to maximize physical performance or hypertrophy or things of that sort. And so, of course, time-restricted feeding for them might be as long as I'm awake, I'm eating. And, you know, I tip my hat to those people and just say, you know, provided you understand what you're doing and the burden that that places on some of the other processes in your body, if that's right for you, then by all means pursue that. Another thing that we can add to this summary or key points related to time-restricted feeding is the use of glucose disposal agents and or behaviors. If you find that you've eaten too close to a period of time in which you would prefer to be fasting, that's when a 30-minute brisk walk or even modest walk after eating can be beneficial. Ingesting some lemon juice or lime juice can help lower blood glucose somewhat. And then there are the things like metformin and berberine. There are even some supplements out there that combine things like berberine, cinnamon, which can lower blood glucose, and things like chromium and things that have a mild effect on blood glucose. But berberine and metformin are very high-potency glucose disposal agents. And I mentioned earlier why you would want to approach those with the appropriate level of caution and figure out the dosages for you. And for some people, the dosages will be zero milligrams is going to be ideal. And then, of course, we discussed how making sure that you're ingesting enough fluids, in particular water and salt, especially if you're using caffeine in order to increase your levels of alertness, regardless of where that caffeine source comes from, coffee, tea, or otherwise. That can cause the excretion of sodium and can lead to a kind of shakiness, a lightheadedness, and the feelings of hunger that may or may not be related to blood glucose. Some people genuinely need to eat. I certainly would not want to see people getting hypoglycemic to the point where it's dangerous. Certainly, if you are diabetic, and in fact, for all people, you should consult with your physician when exploring any major changes to diet or additions or subtractions of anything, including supplementation. But for most people, maintaining relatively low to modest blood glucose levels is going to be pretty healthy and will allow all the positive effects of intermittent fasting to occur. And when you find that reaching that start to the feeding window is challenging, that ingesting sodium can often stabilize your system mentally and physically and allow you to reach that window often painlessly. And then as a final point, as I mentioned earlier, provided that they are consumed in low, no, or modest amounts, artificial sweeteners or plant-based non-sugar, non-caloric sweeteners don't seem to really impact blood glucose to the extent that it would, quote-unquote, take you out of your fast. But that, like fat fasting, is something that's going to be highly individual and that you're going to have to experiment with for yourself. And being able to recognize when you're in a fast and when you're out of a fast at a subjective level and not constantly having to measure your blood glucose or do things of that sort can be beneficial. And I think if you watch for the feelings associated with eating and post-eating foods of different kinds and different amounts and you watch for the feelings associated with being fasted for long periods of time or short periods of time, of having gotten sufficient sunlight, of having trained hard or not trained hard earlier that day, et cetera, you can do the most important thing, which is to start to learn to evaluate your own system, to run simple, safe experiments on your system in a way that allows you to really establish the ideal nutrition schedule for you, whether it be time-restricted feeding, a.k.a. intermittent fasting, or some other nutritional plan. If you're learning from and or enjoying this podcast, please subscribe to our YouTube channel. That really helps us. In addition, please feel free to leave us comments about this episode or other episodes. If you want to make suggestions about future episode guests or episode topics, please do that in the comment section as well. Please also subscribe to the podcast on Apple and Spotify. And on Apple, you can leave us up to a five-star review. In addition, if you're not already following Huberman Lab on Instagram, there I do brief posts about science that often are not covered on the podcast. So that's Huberman Lab on Instagram. We're also on Twitter, also at Huberman Lab. Recently, we launched a Clips channel, Huberman Lab Clips. Please check out our Clips channel and subscribe there for brief excerpts from the various Huberman Lab podcasts. In addition, please check out our sponsors that we mentioned at the beginning of this episode. That's a terrific way to support the podcast. We also have a Patreon. It's patreon.com slash Andrew Huberman. And there you can support the podcast at any level that you like. During this episode and in many other previous episodes, I discuss supplements. One issue with supplements and the supplement industry as a whole is that the quality and amounts of supplements often varies tremendously. Therefore, we've partnered with Thorne, T-H-O-R-N-E, because Thorne has the absolute highest levels of stringency with respect to the quality of ingredients and the amount of ingredients matching what's on the label. If you want to see what I take and get 20% off any of Thorne's supplements, you can go to Thorne, T-H-O-R-N-E dot com slash the letter U slash Huberman. You'll see the list of supplements that I take. You can get 20% off those. And if you enter the Thorne site through that portal, you can get 20% off anything that Thorne makes. I know we covered a lot of information today. I hope you learned a lot about time-restricted feeding. I hope you learned a lot about metabolism and energy and health and how when you eat is as important as what you eat. And last but certainly not least, thank you for your interest in science.